В общем, мы сейчас остановились на такой идее, что если мы пытаемся понять смысл жизни, то можем мы понять ее, исходя только из наших человеческих возможностей, из нашей логики, создать некую модель того, что мы можем увидеть в качестве цели. А на самом деле жизнь всегда богаче всякого рода логики, всякого рода моделей. И поэтому должна всегда оставаться возможность, чтобы жизнь сама могла корректировать эту модель. А, вот. Ну и последнее, что мы обсуждали, что возложилось у меня в памяти, это корректировка. Да. То есть корректировка целеполагания человека всякими жизненно-неожиданными жизнями. И с одной стороны внутренними его страстями, скажем так, а с другой стороны и социумом. Ну, то есть, вообще должна быть возможность... Понимаешь, эта философия называется замкнутая и открытая система. Система должна быть открытой. Не должна быть так получиться, что воля замыкает систему, да, и система не поддается никаким внешним корректировкам. То есть она перестает быть тогда вот пластичной, да, и она просто либо разрушится, либо там превращается просто в глупость. Потому что человек очень легко может поставить в качестве своей жизни какую-нибудь глупость, да, там, например, купить квартиру, там, а потом, когда, и все на это положить, да, там, допустим. А когда он покупит квартиру, он поймет, что жизнь бессмысленная, там, и, условно говоря, там, может, там, просто там, кончить жизнь самоубийством. То есть не должно быть так, вот, не должно получиться так, что вот эта огромная стратегическая цель, она вдруг оказывается вот такой глупостью какой-нибудь. Именно поэтому жизнь должна корректироваться, то есть жизнь должна, как бы, вот, иметь вот эту обратную связь. Так, замечу, Псков, как может закончить жизнь самоубийством, но квартиру не продаст обратно. Смотри, есть такая интересная тема, как бы, это не мой пример, а какого-то богача, богача какого-то нашли, то ли в Америке, то ли в Европе где-то, да, он уже в Пинхаузе его нашли, то есть у него было все. Вот все, что только может человек пожелать, у него все было. И у него, в конце жизни, как бы, у него просто ничего, ну, он нашли уже мертвым, да, а наружили у него огромную коллекцию проб его мочи. То есть, на самом деле, у него настолько все было, что, вот, единственное, что, как бы, он увидел, да, вот, возможно, там, это делать, заниматься, это, вот, коллекционировать, это, как бы, вот, анализы своей мочи. Ну, это просто неприлично упоминать в голосовском семинаре. Нет, до чего может довести маразм, да, понимаешь, вот, когда, почему плохо, на самом деле, даже в ситуации, когда все возможности, какие может иметь человек, они могут осуществляться. Почему хорошо иметь все-таки ограничения? То, что эти ограничения, они нас скорректируют. Если у нас есть ограничения, эти ограничения позволяют нам, вот, не свалиться в какую-нибудь бессмысленную цель, да, то есть, имея пентхаус, как бы, имея все готовое, да, можно вот свалиться в такую бестолковую цель и потратить жизнь просто бестолковую. А может быть. А теперь... Кротно вообще иметь глобальную цель. Вот, а теперь, как бы, да, я хотел перейти к глобальной цели. А теперь, как бы, теперь, вот, после всех этих предварительных замечаний, можно уже говорить о том, что такое, как надо ставить глобальную цель. Надо глобальную цель ставить так, что, на самом деле, заранее понимать, что они временные. Даже глобальные цели, какие бы они ни были глобальные, они все равно временные. То есть, надо всегда оставлять возможность, ну, вот, некого рода скепсиса по отношению к своей глобальной цели. Либо, на самом деле, ставить много глобальной цели, да, и пытаться, как бы, их, может быть, не удается сразу объединять, но двигаться в разных направлениях. Допустим, поставить в качестве глобальной цели, там, семья, поставить в качестве глобальной цели наука, поставить в качестве глобальной цели, там, еще какую-нибудь цель, там, не знаю. Понимаешь, и двигаться в разные стороны. То есть, одновременно, как бы, да, наращивать маленькими шагами, как мы говорили, да, вот, тактическими шагами, осуществляя многие функции. То есть, человек, он же, это только нам кажется, что он такой цельный, да, на самом деле, это представление о нашей цельности, это нечто, что мы учреждаем, мы много сейчас там говорили, что человек себя учреждает. На самом деле, человек разорван, как бы, да, вот, в отношении того, как он, в каких контекстах он живет. Он в контексте семьи, он один, там, в контексте общества, он другой, там, в контексте науки, он третий. Такого разговора, то есть, поставить себе, да, хорошо, даже несколько глобальных целей, вот, цель моей жизни, ставлю их себе, вот, у меня семья, карьера, что там еще там, может быть? Ну, то есть, убирать пробы, где больше ничего не нужно. Наука. Ну, как бы, карьера. Смотри, давай, как бы, я сейчас просто объясню, что тут дело. И что, ну, меня тошнит от этого. Я понимаю, вот, что тут дело, на самом деле, состоит. Вот, есть такая физики проблема, на самом деле, что, например, вот, машину толкнуть тяжело. Да, вот, человек, вот, машина стоит на месте, не подожди, не подожди. О том, что ты пока ничего подходящего, даже под глобальную цель, не привел. Я пока, пока, пока только примеров, действительно, там, лежащих на поверхности. Нет, понимаешь, может быть, тогда все то, что договоришь, будет неправильно. Может быть, если докопаться до настоящей глобальной цели, то она окажется именно одной. Может быть, там не окажется нескольких. Может быть, это вот такие поверхностные цели множатся. Для того, чтобы, смотри, это... Мы начинаем, вообще говоря, все рассуждение начинается с того, что для всех людей такой одной глобальной цели нет. То есть, скорее всего, как показывает практика, как показывает опыт человеческой жизни... Ну, хорошо, можно это предположение назвать? Да. Все-таки. Предположить, давайте не будем утверждать голослов. Хорошо, не будем утверждать голослов. Но, тем не менее, если мы потратим всю свою жизнь на поиск такой глобальной цели для всех людей... Не получится ли так, что мы жизнь свою-то потратим, и смысл нашей жизни будет состоять только в поиске смысла жизни? Это же как бы масло масляное. Как это? Смысл жизни состоит в поиске смысла жизни? Мы же говорили об удовлетворенности. Должна быть в жизни какая-то удовлетворенность. Мне не нравится эта идея. Он говорит о том, что при достижении какой-то глобальной цели, у человека, кстати, должен бонусы покупать, получать. Сахару на кушку. Он считает, что смысл жизни – это счастье. Нет. Смысл жизни – счастье – это тоже масло масляное. Смысл жизни состоит... Нет, это не масло масляное. Почему? Потому что, если счастье является твоей целью, то ты, значит, его не имеешь. Ты не имеешь счастья. Если, допустим, ты имеешь счастье, значит, ты смысл жизни осуществляешь. Твоя жизнь осмыслена. Что смысл жизни? Нет, мы говорим... Вы все время говорите про то, что цель... Антеш, мы изначально говорили об этом. Мы решили, что мы будем говорить о смысле жизни как о цели, а не как о сути. А не как о состоянии. Да, да. То есть именно это... Да невозможно состояние счастья. Мы уже тоже говорили, что это эмоция некая. Она возникает только на контрасте. И потому и нужны бонусы. Не уходи в сторону. Нет, ну, когда-то... Допустим, живешь в мире, там, каком-то примирении с миром. Вот это вот можно назвать счастьем. Это не эмоция, да? Да не бывает такого никогда. Ну как? Примиренность с миром бывает. Нет, это примиренность с миром бывает, но не бывает, чтобы примиренность с миром была бы счастьем. Нет ни одного состояния в мире, которое было бы счастьем. просто потому, что состояние это всегда если оно эмоционально окрашено является счастьем, то оно всегда краткосрочное, как контраст а если оно эмоционально не окрашено то это не повседневно эмоции здесь не при чем не про эмоции речь идет а про свое расположение в мире вот ты как-то так расположен в мире дискомфортно как-то поперек, как-то нехорошо а вот тут расположился так, что ты с миром, ну как вот любят говорить, там всякие противные люди, в гармонии находишься. И в этой гармонии можно находиться долго, можно недолго. Да вот не, ну, вопрос-то это и состоит в том, можно находиться долго в каком-то состоянии, гармонии и так далее. Это не эмоциональное состояние, я замечу. Не важно, эмоциональное это слова. Невозможно находиться долго в каком-то состоянии, просто потому, что любое состояние становится привычкой, становится чем-то само собой разумеющимся, любое. Самое лучшее состояние, самое худшее состояние, Все это невозможно долго страдать точно так же, понимаешь? Но мертвым можно надолго быть. Ну, мертвым можно быть. Просто факт состоит в том, на самом деле, что есть понятие контраста, когда яркое проявление. Контраст, допустим, у тебя одно состояние, ты его ухудшил, вот контраст, это ухудшение, ты сразу чувствуешь как дискомфорт. Или наоборот, контраст улучшения, ты тоже сразу чувствуешь. А потом ты привыкаешь жить даже, как ты привыкаешь к какому-то состоянию жить, ты уже не замечаешь из этого дискомфорта. Потому что, ну там, я не знаю, как это объяснить, допустим, у меня дома бывает бардак накапливается, и когда он, ну допустим, спорадически возникает, я вдруг в один день там все перерыл, допустим, у меня бардак. Мне дискомфортно. Мне кажется, что надо его убирать, как бы там, и прочее, и прочее, много разоботы. А потом на следующий день, как бы не убирая это, я только обнаружил, что мне... А потом ты примирился с этим. Да, примирился с этим. И вот ты ничего не чувствуешь. Счастья. Нет. Фактор состоит в том, что на самом деле мы всегда находимся в состоянии некого баланса, некого равновесия. И вот это вот равновесие, это не есть никакое состояние счастья, это просто равновесие и все. Только мы как счастье и как несчастье чувствуем только переход из одного состояния в другое. Как контраст. Как переход из одного состояния равновесия в другое состояние. Ты не дудист. Вот. Ты не дудист. Ну, это знаешь, с чем связано? Это связано с тем, что у нас есть свобода. Это просто как бы экзистенциальный подход. Если, допустим, я нахожусь в каком-то состоянии, у меня есть свобода его изменить, я буду всегда чувствовать себя некомфортно, потому что я могу в это состояние свое улучшить. А буддист, конечно, я не знаю, он хочет стать деревом буддиста. Хочет деревом стать и остаться этим деревом. А человек, если он не дерево, он имеет свободу, он всегда понимает, что все всегда можно улучшить. Вот перфекционизм есть такой среди людей с царствами. Допустим, вот покупаешь ты какую-нибудь технику, а думаешь, а мог бы купить лучше килогерц, частоты, какие-то характеристики, теплый ламповый свет, что-то такое, знаешь, и ты покупаешь Wi-Fi компоненты и прочее, и прочее. Понимаешь? Но вот этот перфекционизм бесконечен. Понимаешь, ты никогда не можешь достигнуть удовлетворения, потому что ты постоянно будешь чувствовать, что что-то не так, звук какой-то, что-то шипит здесь, что-то камеру новую купили, там что-то все равно не так будет каждый раз. Потому что есть другие камеры, более дорогие, в них больше возможностей. Каждый раз это будет так. И это существует только благодаря тому, что существует свободно. Поэтому никакое отдельное состояние, оно никогда не будет удовлетворительно. Удовлетворительно будут переходы. У тебя была одна камера, купил другую, и сразу переход, Вася, почувствовал. Вот как здорово, другая камера. У тебя была одна машина, купил другую, у тебя там не было жены, жена стала. Ну тут разные варианты, ведь хуже, и прочие возможности. Это был бардак, навел порядок, вроде как-то приятнее стало. И прочее. То есть, вот такие все переходы, они чувствуются как счастье. И поэтому, когда я говорю о счастье, счастье нельзя поставить как цель. Счастье можно только и рассматривать как тактическую некую, некий бонус. То есть, ты двигаешься как бы и понимаешь, что каждый раз практически получаешь некую бонус. Я бы мысли твой полю, но все равно не согласен. А с другой стороны, теперь еще, что такое движение? Ты находишься в неком состоянии. И если ты себя устремляешь к какой-то цели, то ты тем самым устраиваешь разрыв между тем, что есть сейчас, и между тем, что ты хочешь достигнуть. И тем самым то состояние, в котором ты находишься сейчас, становится недостаточным. Оно тебе начинает тяготить, потому что ты хочешь достигнуть. Ну это вот твоя логика, да? А моя логика так, что ты как жил, так и живешь. Что, допустим, крестьянь какой-то живет, живет, живет. Вот он живет, живет, пашет землю, ходит, там снег выпал, еще что-то, ну ходит, 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 семья там какая-то, ходит, ходит, ходит. Друг так, знаешь, остановился, смотрит, господи, а как же я счастлив, такой жизнью живя. И пошел дальше. А дерево счастливо? Вот. Дерево. Нет, вот он остановился, и осознал это счастье. Ничего, здесь нет никакого перехода. Я понимаю. Перевод, назад, понимаешь, никакого изменения. А мы начали с того, что человек это свободное существо. Тот крестьянин, который пашет землю и является крестьянином, он не свободен, он как дерево, как животное. То есть, это не человек, который является проектом, не человек, который является возможностью. Человек является изначально возможностью, неким проектом, обращенным в будущее. Какую-то возможность он осуществляет непрерывно. Я понимаю, но это возможность он осуществляет в пределах определенной ограниченной зоны. Как и животное. Как и дерево. Как и дерево. И это как раз тот самый смысл, который вот в первом смысле, да, не в смысле цели, а в смысле вот как бы... В смысле того, что такое быть крестьянином, понимаешь? Не-не-не, это не совсем так. Потому что дерево, дерево, оно не может быть другим. Да, вот от дерева оно всегда дерево. Крестьянин мог бы переехать в город, стать другим. Но он длит вот эту одну какую-то выбранную свою возможность. И когда, если вдруг, да, вот остановившись в поле, он искренне понимает, что он счастлив этим, это означает, что он утверждает вот одну из возможностей и свою конечную судьбу. А как он может утверждать одну из возможностей, если он другие не отведал? Вот, допустим... Вот ты, допустим, держишь... Ну, именно что парадоксально. Ты держишь в руках яблоко и грушу. Откусил яблоко? Вкусное. Бесконечно вкусное. Вкуснее груши. Но если ты не откусил грушу, откуда ты это знаешь-то? Это чисто абстрактная какая-то позиция, ничем не оправданная. Точно так же крестьянин. Он не пробовал быть, потому что все на опыте постигается. Потому что все остальное, мы говорим, не те абстрактные. А то он для пола вообще человек не может быть счастлив, потому что он не может все перекусать. Нет, я же сказал, что бонусы должны быть маленькие. Есть различия между тактическими целями и стратегическими. С точки зрения стратегической цели человек никогда не будет счастлив. Он ошибочно чувствует счастье, когда остановился в поле? Нет, он не ошибочно чувствует счастье. Почему? Просто... Или он чувствует счастье дерева? Нет. Или что? Просто понятие счастья... Это как вот, например, даже Христианство об этом говорит, что счастливы только неведающие. Счастье – это только от глупости. Что если человеку стоит на самом деле задуматься, ему стоит как бы обнаружить в себе возможность, любую возможность другую. Не быть крестьянином, быть рабочим, охотником, быть, неважно кем, ученым. Он сразу почувствует, на самом деле, что он упускает эту возможность, он сразу почувствует свое состояние несчастья. Пахнет туда. Чем? С дымом. Так может... А, всегда? Может, там дырит чуть... То есть, счастливы неведающие, понимаешь, это счет? И как там говорят там? Счастливы те, которые... Счастливы. Не задумываются о жизни, да? А мы говорим о такой ситуации, когда человек, на самом деле, задумался о жизни. Да. А сама позиция, что человек задумался о жизни, да, задумался о ее цели, уже говорит о том, что значит, вот то, что существует... И вот не это удовлетворяет. Откуда берется, как бы... А вот был отходящийся, хочешь, тебе парадокс? Меня как раз мучает такой вопрос о смысле жизни, цели и так далее, именно потому, что сейчас меня все устраивает. Меня все устраивает и, как бы, вот как бы мне не нужно никаких больших целей. Но меня по привычке, по привычке ставить себе большие цели... Ну, по твоей привычке. Меня пугает это состояние, когда я не хочу никаких больших целей. Меня устраивают маленькие вот эти тактические цели, о которых ты говоришь. Вполне я буду решать вот повседневные свои дела. Быть полностью в настоящем. Вот ты перешел... Никуда себя... Семинар с деревьями. Никуда себя не пробрасывать вперед, понимаешь? Быть полностью в настоящем и вот в этом настоящем полностью наслаждаться. Сейчас ты получишь, Сонечка. Да ничего не получишь, на самом деле ты все правильно говоришь. И это пугает, потому что есть привычка. Тут все, тут еще раз, мы опять возвращаемся к исходному разговору. Можно цель поставить. И эта цель, она будет всегда, если она будет поставлена, она будет какая-нибудь там рассудочная, там, да, там, выверенная, там, сформулированная цель. А поскольку она рассудочная и выверенная, сформулированная, то она, на самом деле, никогда не будет реальности соответствовать. Но не можем мы охватить логики, рассудком, там, нашу жизнь, да, потому что жизнь – это нечто бесконечное, как бы, а наш рассудок, наши возможности осмысливать и формулировать что-то, они конечные. Мы всегда будем формулировать какие-то только идеи, да. А жизнь, она, на самом деле, более, не подчиняется никакой идее. Так вот, когда ты так говоришь, что у тебя нет сформулированной цели, но, тем не менее, у тебя есть тактические маленькие цели, ты понимаешь их. Тактически ты понимаешь, а стратегически ее не видишь. Нет. Так это говорит о том, что ты, наоборот, подходишь к вопросу более правильно с точки зрения жизни. Зачем формулировать конечную цель стратегической? Ее формулировать не надо. Ты же не на войне, тебе же не надо обязательно, чтобы ты не стал победить. Ты должен, если ты видишь тактические цели... Ты должна воевать под каким-то флагом. Не обязательно. Или нет флага. Еще раз говорю же. Воюю непонятно с кем, непонятно. Вышла в пояс, а во с собой воюю. Нет. Что делаю? Смотри, ты не видишь очертания своей цели, то есть не можешь ее сформулировать. Но это не значит, что ее нет. В общем, тут вообще понятие цель-то возникло у вас. Ну, как смысл жизни можно двумя, вот это... Да, понимаете. По двумя категориям мыслить. Можно мыслить под категорией, что такое человек, в смысле того, как сущность, да, вот говорить. Сущность жизни, да. Что человека, да. А можно утверждать это в смысле того, к чему человек стремится. Да. Потому что он имеет свободу. Второе, возможность возникать, это то, что человек как свобода. Цель это как-то слишком... Цель, во-первых, что мне не нравится понятие цель. Потому что это осознанное стремление. Это как бы... Ну, я сейчас говорю, нет, нет, нет. Цель это не осознанное стремление. Цель это просто стремление. Любое стремление есть стремление к чему-то. Мне больше нравится... Любое движение есть движение к чему-то. Мне больше нравится понятие интереса. Откуда берется смысл жизни? Из интересов. Вот у нас есть какие-то интересы, нам интересно то, что все, пятое, десятое. И эти интересы наполняют жизнь смыслом. А уж превращаются эти интересы в какую-то цель, или не превращаются. То есть ты предлагаешь перейти к пониманию... Это более локально. Интерес это, знаете, это как локальная механика, и дальнодействие. Цель это как дальнодействие. Где-то там цель, и в безвоздушном пространстве есть какое-то взаимодействие с этой целью. А интересы, они вот здесь вот расположены в непосредственной близости. Это вот ваши эти тактические. Вот мы и как раз хотели сказать, что мы просто это формулировали. Для нас в нашем разговоре получалось то, что у нас стратегическая цель, из которой далеко, когда она есть. А есть тактические цели, то, что вызывают интересы. Интересы эти, как правило, не отрефлектированы. Они неосознанные. Это не обязательно. Могут быть осознанные. Иногда так, иногда нет. Просто действительно, ну просто ты ввел для тактических целей. Но они, важно, что они, что они, как бы сказать, ничем не обусловлены. Так вот. Они не обусловлены нами, в каком-то смысле. Вот они свободны по отношению к нам даже. Вот эти интересы наши. Как это так? Ну вот так. Ну потому что, ну цель мы выбираем. Понимаешь? Мы выбираем цель. Вот можно выбрать одну цель, можно выбрать другую. Ты можешь выбрать сейчас целью машину. Подожди, 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 подожди. Не заинтересован в этом. Если это как-то не наполняет твою жизнь смыслом, то этого и не произойдет. Ты можешь сто раз ставить разные цели. Вот. Ты волевой человек, ты свободный, ты как бы можешь... Ну подожди, ну вся проблема состоит в том, что ты можешь поставить в качестве цели машины, и ты не будешь видеть никакого интереса, но просто другая цель, более дальняя, будет его видеть. Нет, ну это все... Нет, если там есть какой-то другой интерес, для которого машина является потребностью, ради Бога. Вот. Важно, чтобы он был. Чтобы ты был действительно заинтересован. Проблема. А каждый раз будет возникать проблема свободы у тебя. Каждый раз будет возникать. Вопрос вести вот это можем мы своей жизнью распорядиться, или не можем. Если нам интересы управляют, тогда забудьте про какие-то цели. Я не забываю, я говорю, что управляют. Ну тогда человек является деревом, понимаешь, его внешняя среда, условия жизни им управляют. Тогда надо... Зачем тогда говорить человек? Ну есть дерево, есть камень, условно, гречи. Ну просто человек не полностью свободен. У него есть вот такое бессознажное... А кто говорит, что он полностью свободен? Человек... Так вот он... Достаточно, что у него вообще хоть какая-то свобода есть. Ну так что, он-то и дело, что он все равно свободен в постановке целей. Он свободен. Но смысл жизни это ему не приносит. А смысл жизни берется из бессознательной, если угодно, да, из как бы из какой-то сферы, которая в его власти не находится. Но ты же все сводишь, что смысл жизни части. У тебя вот постоянно одно и то же. Удовлетворение своих интересов это и есть смысл жизни. Да. Но это же стандартный, примитивный. Я бы даже... Вот даже вот просто по этому поводу хочу раздражиться, да, потому что... Ну это настолько как бы банально. Но интересы не удовлетворяются. Что просто любому человеку ты подойди и скажи, что смысл жизни? Это счастье. Везде будет написано смысл жизни это счастье. Это жизнь это сегодня. И так далее. Ну это же примитив. Это просто для меня, например, сразу как бы это показатель. Это неправильный ответ. Насчет сегодня я не знаю. Это неправильный ответ. Просто неправильный ответ. То, что лежит на поверхности, это неправильный ответ. Ну это не так уж на поверхности. Интересы как раз лежат под поверхностью. Ну хорошо. Два интереса противоречат друг другу. Тут же можно начать очень много рассуждать о том, что человек разольвет на куски. два-три интереса противоречия. Человек хочет с одной стороны с женщинами встречаться, с другой стороны хочет много денег иметь, с третьей стороны хочет быть умным, с четвертой стороны хочет с родителями общаться, с пятницы квартиру хочет купить и так далее. Так нет, послушай. Так вот все. Значит у него очень много смысла жизни. Все. Можно дальше о нем не беспокоиться. Совершенно не важно, что он будет делать. Туда он пойдет или сюда. А в чем смысл человека тогда? Человек. А ведь это у каждого человека так. В чем смысл человека так личности? Ты пойми, что может возникнуть ситуацию, когда ни одного из интересов этого нет. И смысла жизни нет. Буквально все. Да дело же не в этом. Человек всегда связан с многими путами со всем другим остальным окружающим миром. И естественным образом у него все это есть. Как у дерева, у него есть внешние условия, как у животных есть внешние условия. Как можно жизнь человека, его смысл свести к внешним условиям? Почему внешние? Я же на самом деле пытаюсь... Они... Ну как внешние? Они настолько внешние, насколько и внутренние. Это же все-таки подсознательное его, а не счет. По слову подсознательное пока забудь. Это потому что... Мне нормальное слово здесь очень подходит. Ну как смысл может быть подсознательным? Не смысл, а интерес. Я не понимаю. Интересные векторы. Векторы к тому, к чему-то направлены. Твои интенции. Мы говорили о смысле. Вы неосознанные интенции. Поэтому мне очень понятно, как ты апеллируешь к интересу. Это тоже некий смысл. А как ты апеллируешь к бессознательному, я не понимаю. Есть и человек... Неосознанные интенции. Хорошо, есть и человек, есть как бы существо, осуществляющий своей неосознанные интенции, он ничем не отличается от животного. Что это тогда особенность человека? Ведь мы говорим о том, что у человека есть нечто особенное, мы хотим понять чьи человек senators. Нет, он безусловно при этом способен неосознанной интенции переводить план сознания. Пускай. И все равно их осуществлять. И все равно их осуществлять. А получается тогда так, что человек это просто... Знаешь, как трава растет, как щупальц у животных. Все люди просто осуществляют некий родовой инстинкт. Есть некий... инстинкт, плодиться и размножаться. И этот плодиться и размножаться через бессознательное как бы он осуществляется. Конечно, так и есть. Ты пытаешься это выдать. Причем, на самом деле, многообразие человеческих возможностей, которые в осуществлении интересов, оно просто нужно для рода. Род, на самом деле, должен иметь много возможностей для того, чтобы смотреть, что будет как бы более эффективно, допустим, так развиваться или иначе. Поэтому он много-много вариантов берет, как бы, да, и люди бывают разные, разные, разные для того, чтобы развиваться как бы, как щупальцами, да, вот. Как вот этими детекторами ощупывать реальность. Что будет более эффективно. А то, что более эффективно будет, он начинает как бы развивать дальше. То есть человек сведется к состоянию родового инстинкта. Мы забыли о личности, забыли о всей культуре, о философии, о религии. Все выбросили. Потому что, ну, все это просто сведется к родовому. Вот тебе интересна философия. Я понимаю, но все это сведется к родовому. К родовому все сведется. Причем, понимаешь, она тебе не на сознательном уровне, так, что ты себе сказал мне интересна философия, я буду заниматься. Она тебе где-то там глубоко в душе настолько интересна, что ты не можешь этого ни отменить, ни простимулировать. Или, допустим, ты не можешь заставить себя искренне интересоваться поэзией. Ну, не можешь. О какой свободе ты говоришь теперь? Что, могу заставить? Ну, не можешь. Ну, как? Это не будет интерес. Ты можешь заставить себя насильно заниматься этим. Нет, ты не можешь. Ну, интересоваться этим. В этом состоит абстрактность твоей позиции. Вопрос же в чем состоит, например. Вот я не хочу ездить на это, допустим, не люблю вообще ездить в путешествия. И каждый раз для меня это огромная проблема куда-то ехать. Ну, каждый раз для меня, каждый раз как откровение возникает, что мне интересно вдруг оказывается это. Потому что я этим не занимаюсь, и если я чуть-чуть себя преодолеваю, мне становится это интересно. Точно так же в детстве было с чтением. Мне казалось, ну, люди мучают себя чтением, да. Ну, стоило только преодолеть маленькое препятствие вот этой необходимости слова читать, да, вот некого труда. Согласный есть. Точно так же и с поэзией, и со всем остальным. Это же тоже интересно? Это значит, что ты попадаешь в другие внешние условия? Послушай, я говорю про то, что понятие интерес, оно не является бессознательной вещью. Она на самом деле развиваться, его можно изменять. И человек может менять свои интересы. И в жизни это проявляется. Человеку были одни интересы, стали другие интересы. Человек был детем, у него одни интересы, стал взрослым другим. Но он ли их менял? Или они сами меняли? Правильно. В этом состоит. Либо мы владеем своей жизнью, либо наша жизнь подчинена народу, и род нами управляет. И мы в стихии некой находимся. А можно мы своей жизнью владеть? А можно влюбиться? Можно. Можно влюбиться. Мы об этом тоже говорим. Почему? Можно влюбиться. Система должна быть открытой. Ну теперь, я надеюсь, зрители, вам все понятно? Система должна быть открытой. Просто вопрос состоит в том, на самом деле. Что же здесь открытого? Понимаешь, как раз вот это вот подсознательное делает систему открытой. А когда ты всю полноту власти отдаешь субъекту... Ой, мы и так не говорили, это ты не присутствовал на моей первой части, поэтому так говоришь. Мы, наоборот, говорили о том, что надо оставить возможность, на самом деле, чтобы существовала возможность изменения. Если полностью ты будешь контролировать все процессы, то это будет тоже неправильно. Должна быть возможность открытости. Потому что должна быть возможность коррекции целей. Сам факт того, что человек задумается в вопросе о цели, это сразу вот отсылает к вопросу о владении самим собой. Если человек такую цель не ставит, тогда, ну понятно, он живет, как ты говоришь, в интересах своих, да, действительно там, в инстинктивной жизни живет. То есть у вас получается, что первая цель – это овладение... И вообще смысл цели – это овладение собой? Нет, это не первая цель. А цель состоит... В определенный момент человек сам себя осознает и понимает, на самом деле, что он имеет некую власть, не безграничную власть, конечно, вполне ограниченную власть какую-то, конечную. Куда-то себя направит. Он может направить себя, в школе самоопределять. Он может пойти в институт, может пойти в технику, может вообще не учиться. Может, в один, в другую, в третью и так далее. У него есть выбор. На определенном этапе он понимает, что он своей жизнью владеет по факту. Без относительно всех этих слов он владеет собой, может в одном направлении пойти, может в другом направлении пойти. Это означает, что он может поставить себе вопрос о выборе. Может поставить, как он должен... Из каких оснований он должен осуществлять свои выборы. Либо он просто, как ты говоришь, инстинктивно должен осуществлять, как он таким, а другой человек будет осуществлять… Нет, не все. А другой человек может задуматься этим и попробовать, на самом деле, найти правильные... Рациональные решения принять? Да, найти правильные... Никто так не делает. Ну, началось. Все подгоняют рациональные решения под дуновение своей души, понимаешь? Ну, это неправда. Туда потянуло, и дальше они могут себе объяснить или не объяснить. Если бы это было так, мы бы никогда не создали ни компьютер, ни какую технику точную. Наша техника – это, на самом деле, отражение того, как мы можем управлять собой. Понимаешь? Это то, что мы можем реально управлять собой и достаточно долго двигаться в одном направлении даже против своего интереса – это, на самом деле, факт. Понимаешь? Потому что, я еще раз объясняю, что вдруг горизонты каждый раз открываются. То есть, ты себя преневоливаешь. Допустим, занимаешься спортом – ну, неприятно отжиматься, приседать, ну, где-то там копить, потеть, ну, неприятно. А потом... Не, ну, я же говорю, в начале, допустим, человек начинает заниматься спортом – неприятно. А потом начинается ему это приятно вдруг, да, обретает в этом приятность, обретает приятность того, что он такой всю легкость чувствует какой-то такой. Понимаешь? Все, на самом деле, построено в виде вот таких потенциальных горьких, которые надо преодолевать, чтобы попасть в новое равновесие. А у тебя, получается, так, что ты находишься в каком-то равновесии, там, и ничего, оставаться там, и не пытаться... Просто счастье – это покой. Нет, дело в том, что ты не можешь оставаться в покое, если ты человек сознательный. Потому что, сознавая, что ты находишься в неком покое, ты сознаешь, что ты можешь находиться в другом покое. То есть, на самом деле, твое сознание не дает тебе возможности находиться в некотором положении равновесия. Ты не считаешь, что это правильное. Покой? Ты так не считаешь. Ну, настоящий покой, не наш. У нас плохой покой. Вот если в деревню ехать – это хороший покой. Ну, говорю, лучше всего покой – это умереть. Ты не задумывался, что лучше покой – умереть. Умереть – это вот как в буддизме. Понимаешь? В буддизме же логика же нарушена. У них же получается так, на самом деле, что в жизни есть страдания. То есть, конечно, жизнь амбивалентна. Потому что все вот эти наши переживания, все наши понятия счастья и страдания, они же построены на контрасте. Ну, действительно, все в контрасте находится. Контраст может быть в положительную сторону, контраст может быть в отрицательную сторону. Но из этого никак не следует, что жизнь почему-то только в одну сторону, только всегда страдания. Никак не следует. Жизнь просто находится в контрасте, находится. Из этого что надо следовать? Надо все контрасты прекратить и умереть, что ли? Замереть в покое и погрузиться полно. Это просто нарушение логики, понимания того, что такое жизнь. Как бы там сидеть, как дерево, медитировать. А смысл какой? А потом вдруг окажется, что кроме смерти ничего нет. А почему ты называешь противожизненной, ну, не только ты, религией христианства, а буддизм не называешь? Это же вообще просто религией смерти. Ну да, буддизм тоже противожизненный. А все религии противожизненные. Они, потому что религии, они построены на том, что они знают, каким человек должен быть. Понимаешь, и они как бы в качестве некого долженства предъявляют, что ты должен быть таким, а другим быть не можешь. А по факту ты другой. Вот это бессознательно, если это выросло у Антона там. По факту ты другой. А ты должен быть таким. А почему ты должен быть таким? Если ты по факту другой, исходить из другой. А вот от меня требуют. Нет, нет. Я тебя не требую. Мы говорим об этике, в которой ты сам от себя требуешь, а не которая от тебя во внешнем требует. Мы говорим не о внешней интике, а о внутренней интике. Ты сам от себя требуешь стать другим. Потому что ты так хочешь. Ты хочешь осуществить некую цель. Ты должен самого себя как бы преодолеть. А если ты не хочешь никакую цель осуществлять? Так вот, давайте просто мы как-то прыгнем. Начали прыгать из одного в другую. Если возвращаться к твоей позиции, что у тебя нет никакой стратегической цели, это неплохо. Это означает, что у тебя есть всегда тактические цели. И они тебе приносят. И как маленькая стратегия. Ты сам себя противоречишь. Ты вот только что убеждал в том, что вот это я дерево. Понимаешь? Если у меня нет... Не, 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 подождите. Давайте правильно зафиксируем, что я хочу сказать. Я хочу сказать следующее. Что есть проблема иногда в формулировке цели. То есть из того, на самом деле, что ты не можешь сформулировать цель... А я не хочу, чтобы она у меня была. Если ты, на самом деле, двигаешься и развиваешься, если у тебя есть хотя бы тактические цели, то ты не... Хочешь ты того или не хочешь, если ты движешься. Не как Антон стоишь на месте. Вот Антон, вот покой, да? Замер. Да, вот он все. Подожди, подожди. Ну, он позицию некуда занял, это же не важно, так он считает или нет. Я замер. Да. А вот если ты не замер, а куда ты движешься? То хочешь ты или не хочешь, ты движешься к чему-то другому. Ты от одного движешься к другому. Значит, это другое есть. Если ты его не можешь... А если по кругу движешься? Я не знаю, это больше похоже на нашу жизнь. Ну ладно, это было ниже пояса удара, я согласен. Я не очень понимаю, что по кругу как это может быть. Ну или вот так вот, знаешь, вот так вот некоторые двигаются. Ну давайте будем считать, что не по кругу. Да, давайте. Потому что такое невозможно. Хотя, может быть, и возможно, непонятно. Конец истории это называется. Мы хотим просто сначала добиться какого-то понимания, а потом уже будем варианты. Да, деструктивно. Так вот, вариант в чем состоит? Если ты куда-то движешься, значит, цель по факту есть. Раз ты к чему-то стремишься, даже если ты сформулировать и не можешь его, то ты все равно стремишься к чему-то. А он есть, но ты его не знаешь. Ты этой цели не знаешь. Может быть, и ты всю жизнь будешь двигаться и никогда не осознаешь. Может быть. Но если ты двигаешься, значит, она есть. Может, это бездуховное существо и дерево, которое не хочет двигаться. Понимаешь, в чем дело? Такая логика, да? Такая логика, как ты сейчас говоришь, она ведь справедлива и относительно моих утверждений. Я тоже говорю о том, что никто не рефлексирует смысл жизни и не знает его. Но, тем не менее, если человек жив, ты жив, Соня жива, значит, у каждого из нас смысл жизни есть. Только смысл жива. Правильно, это смысл жизни в первом смысле. В смысле того, что мы осуществляем некое что, некую сущность. Ну, может быть. Тут в чем проблема, на самом деле? Нет, в том плане, что мы для самих себя, каждую секунду, условно говоря, неосознанно решая вопрос, жить нам дальше или перестать дышать. Вот просто так, как он, что ты говоришь, там, лечь на землю и, так сказать, умереть. Вот. Мы каждую секунду решаем, положительно отвечаем «да». И сами не можем себе ответить, как бы, не можем перечислить в каждый момент весь тот спектр причин, по которым нам жизнь продолжает быть интересной. Потому что она, на самом деле, может перестать быть интересной. Вот. Это может стать неинтересно. Да нет, здесь просто проблема состоит в каком-то смысле… Ну, бессмысленно. Нет, в каком-то смысле и дерево, и животное точно так же осуществляя маленькие какие-то… Но дерево не бывает так, чтобы для дерева стала жизнь бессмысленной. Вот. Его интересы именно вшиты в него, ну, как бы, безусловным образом, вот оно это осуществляет как программу. Да я не говорю про бессмысленность пока, я пока… Чтобы была бессмысленная, сначала должен быть смысл. Как может жизнь быть бессмысленной, если у нее изначально смысла не было? Ну, бессмысленно может быть только то, что имеет смысл. Да? Ну, а как? Как может… Мы же говорили про некорректность вопроса. Может быть, это постановка вопроса о смысле жизни, в принципе, некорректна. То есть, что его и нет? Ну, вот, ну, неправильный вопрос. На мой взгляд, она некорректна в том плане, что бессмысленно искать смысл жизни как нечто определенное, что вот можно будет высказать смысл жизни в этом. И на этом успокоимся. На мой взгляд, смысл жизни, я говорю, присутствует как нечто имманентное твоей окружающей действительности, твоему миру, он как бы растворен в том мире, в котором вот локальном, в котором ты живешь. Правильно. Насколько растворен, настолько и есть у тебя смысл. Иногда он, как бы, может становиться меньше. Ты все говоришь о человеке как о животном и о дереве. А теперь представь, что у человека есть воли и свобода. Нет, еще раз, еще раз, а вот свобода вот в чем проявляется. Свобода проявляется в том, что, это тут я Фрейда вспоминаю, да, недаром и бессознательным, и так далее, что периодически этот смысл пропадает. И тогда, например, человек ложится спать, потому что все, ему уже никакого интереса, для него не представить, потому что он устал, он от мира устал, ему неинтересно. Еще раз говорю, про интересное и неинтересное, мы же тобой говорили, что утрата смысла. Книги читать было неинтересно, а потом с определенного момента, преодолев какую-то турнику, стало интересно. Ты каждый раз забываешь, что я хочу сказать, что горизонт открывается по мере двигания по пути. Если ты по пути движешься, горизонт открывается, если ты как камень на месте стоишь, то ничего не изменится, конечно. И в твоей лакуне, в которой ты находишься, в неком ареальном, так и останешься, как дерево. Оно стоит на одной месте. Нет, согласен, этот мир можно... Но смысл-то, да, и благодаря твоему движению ты движешься в этом мире, так сказать, твоя вот эта вот локальность меняется, вот, окрестность, это согласен, да, но смысл все равно моего утверждения остается все тем же. Я не понимаю, в чем смысл-то это утверждение? Я же еще раз сказал, поскольку у нас есть свобода, поскольку мы немножко собой владеем, у нас мы можем поставить задачу, на самом деле, сознательную задачу, установить себе некую цель. Свобода не в движении и не в устанавливаемой цели. Свобода лежит гораздо глубже в том, что мы можем принять мир как осмысленный, найти там смысл, а можем смысл в нем отрицать. Еще раз говорю, ты как бы... Это прям Даниловская свобода. Ты все никак не можешь услышать, да все равно, как ты какую-то из себя концепцию построишь, свободы. Я еще и первоначальные феномены тебе отсылаю. Ты все мне говоришь, какую-то свою теорию. Да мне не интересна твоя теория. Я говорю, первоначальный феномен состоит в том, что я могу управлять своей жизнью, могу. Есть такая возможность. Ну хорошо. Отсюда означает, что безотносительно всяких теорий о том, что такое свобода, бессознательная, небессознательная, я могу направить свою жизнь на определенную цель. Безотносительно всех теорий. Да может, ну какое это имеет отношение к всей своей жизни? Это имеет означение, но может быть... Я же говорю, что это к смыслу жизни отношение не имеет. А мы, я же говорю, что... Целеполагание не имеет. А я же говорю... Это и оно имеет непосредственно отношение к свободе, но к смыслу жизни не имеет. Понятие смысл жизни имеет два значения. Первый смысл, который ты говоришь, а именно как что, как сущность жизни. Да не сущность. Я говорю не в смысле сущности, а в смысле оправданности. Ну оправданность, это же не важно. Это разные вещи. Все какие-то слова, все в словах хочешь заставить. В смысле значимости, вот так я бы сказал. В смысле значимости, это все слова. Это оценки, значимости. Есть как бы оценка, что жизнь, что. Вот тебе что жизнь устраивает? Значимость, это не что. Не устраивает, но хорошо. А есть второй смысл, когда понимает как цель. Да нет такого. Нет такого дихотомии. Ты ее сейчас выдумал. Это не дихотомия. Она мелодична совершенно. Это не дихотомия. Что и цель. Это не дихотомия, это понимание того выражения смысла жизни. Это смысл жизни понимается в двух выражениях. В выражении того, что как ты говоришь, как что жизнь, оценки, осмысленность жизни, как это там ты говоришь там. Осмысленность жизни, вот так можно сказать. Осмысленность, неважно. А есть понимание как цель. Твоя жизнь осмыслена в другое понимание. В смысле того, что ты двигаешься к некой цели. Можно понять жизнь как что. Я нахожусь в покое, не в покое, скажем, я нахожусь в некотором состоянии, и у этого состояния есть некое что. Вот осмысленность, да. Осмысленность как некое что. Ну как атрибут. Я там, допустим, такой-то, сикой-то, третий, десятый, и у меня есть кто-то, третий, десятый, там, и прочее. Я описал самого себя, и вот это вот, что самого себя, там, это представляет некое, как бы, понимание того, что такое смысл. Это одно понимание, понятие смысл. А другое понимание понятия смысл, когда... Смысл жизни. Да, смысл жизни. Когда я говорю, что вот я хочу стать... Мы просто этажом, да. Я хочу стать, вон, тем, таким-то человеком в будущем, понимаешь? Я хочу туда двинуться, потому что у меня есть свобода, и я могу это сделать. У меня есть где-то феноменологическое понимание того, что это возможно. И смысл жизни, понимаете, я тогда себя осмысливаю свою жизнь, исходя из этой цели. Я хочу достичь этой цели, хочу, допустим, написать книгу. Я осмысливаю всю свою жизнь, исходя из того, пишу я эту книгу или нет, достиг я этой цели, или не достиг. Хочу стать кандидатом в науку, хочу стать, там, не знаю, там... Просто, Антон, что... Мудрецом, там... Действительно, есть такое... Хочу, хочу, там, для этого стать... Есть такая дихотомия, просто... Святым. Я задаю вопрос, в чем смысл жизни. Ты понимаешь, что ответом на него всегда подразумевается некое целеполагание. То есть, это как раз вот именно целеполагание. Это значение, оно не относится ни к жизни самой по себе, ни к смыслу самому себе, вот эти два слова, да? Но сочетание, словосочетание смысла жизни, оно неким странным образом, оно подполагает целеполагание. Поэтому мы говорим здесь все время о цели. Не, ну, мы не только о цели говорим, про слово... О цели, о свободе. Не, мы говорим, что всегда есть два смысла, и можно о другом сговорить. Так мне кажется, что просто вот это целеполагание и есть раз хуже, понимать. Это куда более банальная, банальная теория, чем как бы то, что Булат отметает, как жизнь растения. Во-первых, я не отметаю. Я на самом деле просто говорю, что человек... Человек отличается от животного... Человек отличается от животного чем-то особо. И то, чем он отличается, это его свобода и возможность овладеть самим собой. И поэтому, на самом деле, если мы говорим о целеполагании, когда я говорю о целеполагании, я имею в виду, что в смысле того, что человек... Представляется бы конкретно как человек, он отличается от животного тем, что он смысл может себе поставить в будущем. У нас как цель. Не просто смысл, как сейчас. Ну, дерево тоже стремится к цели. Вот оно растет, допустим, цветок растет, превращается в плод. Чем тебе тут не целеполагание? Вот он поставил себе стремиться к цели. Тот же самый родовой, допустим... Ну, он и он. А не он себе поставил, допустим. Ну, он и он. А ему поставлено. Ну, а тут тоже человек... Георетически предопределено. Еще раз, конечно же, все живое, поскольку оно живое, стремится к чему-то. Ну, естественно, это просто понятие желания, понятие инстинкта и проще, все указывает на некое стремление. Вопрос как раз состоит в том, что все эти стремящиеся собой не овладели. Только человек может направить себя произвольно, в смысле свободы. Конечно, животное куда-то стремится, конечно, растение куда-то стремится. Они стремятся там... Допустим, животное, у него там даже инстинкт есть, инстинкт там самосохранения, инстинкт там родовой инстинкт, там продолжение рода и прочее. Но все это у него вшито. Ну, может быть, у животных даже какое-то примитивное понимание свободы есть. Я просто даже не буду углубляться в тонкости. Но все равно мы непрекрасно понимаем, что все-таки в человеке свобода, она имеет фундаментальное отличие. Человек может стоять перед экзистенциальным вопросом. Как жить? Куда направить свою свободу? Человек есть, как мы говорим, возможность, некий проект, обращенный в будущее. Он может себя сотворить. Он как творец самого себя. Сначала человек рождается, а потом он кем-то становится. Вот эта позиция экзистенциализма. Я как раз просто и на ней стою. Я считаю, что если мы говорим о смысле человека, то всегда этот смысл человека понимается как некая сущность, которая должна еще осуществиться. И поэтому она цель. А ты говоришь о человеке, как он уже, он уже есть некий. Конечно, каждый раз, в любой момент человек есть определенное что. Конечно, экзистенциализм не модно уже быть. Ну, это не важно, модно не модно. Так вот, еще раз говорю, что, конечно же, в каждом отдельном промежуточном состоянии человек всегда будет некое что. И понятное дело, что это некое что, если его писать, то он будет представлять собой некий смысл. И осмысленно будет и прочее. И любую, например, прожитую жизнь может как-то осмыслить. Вот прожил жизнь Достоевский, его может как-то осмыслить. Прожил жизнь какой-то, не знаю, Ленин, допустим, его может как-то осмыслить. То есть все это вполне может подверг некому осмыслению. Но вопрос идет у нас, на самом деле. Изнутри человека, вот сам человек, без относительно внешних каких-то там предопределений, допустим, религия от него еще это требует, общество от него еще это требует, вдруг внутри у него возник вопрос. Я и обладаю свободой. Я могу направить свою эту свободу в определенного там, для определенного рода осуществления своей воли. Направить ее или не направить? Вот на самом деле в чем вопрос о смысле жизни. Можно не направлять и как-то действительно довольствоваться тем, что есть. Какие-то интересы есть. И жить этими мелкими моими интересами, в этом ничего плохого-то нет. Нет, я просто хочу сказать, что... А можно освладеть эти свои жизни и попытаться ее куда-то дальше продвинуть. Да можно продвигать. Боже, ты меня все время оправдываешь, потому что я именно так и хочу жить мелкими интересами. Ну, потому что я же дерево, а ты... Я тоже дерево. Пришел семью дней еще. В лес пришел. В лес. Моя мысль это создает в чем? В том, что человек, да, там, он пробрасывает себя как проект и так далее. И он мнит, мнит, что получает осмысленность в своей жизни благодаря вот этому пробрасыванию, благодаря постановке целей, что вот он отсюда черпает осмысленность в своей жизни. Но на самом деле, несмотря на то, что этот процесс происходит, и он, да, вот он цели идет, достигает, все вот не достигает, несмотря на это, на самом деле на протяжении всего пути он подпитывается осмысленностью именно вот от локального акта. Ну, мы же говорили уже об этом. Ты просто пытаешься как бы повторять то, что уже говорили. Есть стратегические цели, а есть статистические цели. А стратегические не имеют значения в том. Они как самобанк. Я же тебе сказал, еще раз говорю, что он согласен, что если вопрос можно поставить от стратегической цели, значит, независимо от того, нравится тебе это или нет, он будет тебя волновать. И ты все равно должен на него отвечать. Вот есть вопрос о Боге. Вот все равно, на самом деле, веришь ты в Бога или нет, если вопрос о Боге стоит, ты должен на него отвечать. Вопрос, на самом деле, не зависит от того, нравится тебе этот вопрос, не нравится этот такой вопрос. Ты все равно должен на него как-то каждый раз отвечать. Каждый раз. Ты не можешь однажды сказать, ответить и все. Ты каждый раз будешь сталкиваться с ситуацией. И каждый раз будешь на него отвечать. В чем стратегическая цель жизни? Да? Ну, как раз этой проблемой и занимаемся. Хорошо. Так меня устраивает. Только не надо говорить в чем смысл жизни. Еще раз говорю, вопрос смысл жизни просто разваливается. Ну не важно. Стратегическая цель жизни. Стратегическая цель жизни, она не может быть для всех одинаковой. На самом деле, наши тактические цели, если не будет стратегической цели, то и тактические цели тоже не будет. Тактические цели и стратегические цели – это два звена, которые друг к другу связаны. Это, знаете, на что похоже? Это похоже на дорогу, на самом деле, и на способ, как мы преодолеваем путь, допустим, на машине, на лыжах, пешком и так далее. Нам нужно преодолеть путь какой-то, и мы можем выбрать средства, чтобы их преодолеть. Вот что такое тактические цели. Так чем нужна ставить стратегическая цель? Потому что тактические вот эти, если существуют только тактические цели, то жизнь, благодаря своим заботам, она может нас съесть. Потому что мы, если нет стратегической цели, мы не сможем поставить иерархию. Да, у нас будет казаться, что каждая мелочь, она является существенной. Вот как в буддизме есть такая тема, на самом деле, что живите сегодня, живите вот с текущим моментом. Кушаешь, допустим, самое важное, что есть на свете для тебя, это ты кушаешь. Дышишь, самое важное, что есть на свете, это ты дышишь. Стоишь, самое важное, что стоишь, и так далее. То есть, каждую секунду жить нынешней секундой, полностью осознавая, как бы, вот, с презрением. Я же тебе это еще сказала, и ты говоришь, ну, типа, хорошо, молодец, вот так держать. А теперь ты говоришь, что это плохо. Я же тебе сказала. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это наша жизнь может сожрать. На самом деле, предположим, какой-нибудь бомж, там, лежит где-то под забором, с таким же этим, с глубоким созерстанием, там, скажете, проживает каждую секунду. Вопрос состоит в том, на самом деле, что? Что здесь еще, что мы ленивые существа, мы находимся постоянно в неких потенциальных ямах. И нам, на самом деле, себя надо принуждать. Вот так устроено. Вот ты сказала бы мне, Соня, себя надо принуждать. Ты сказала, да нет, у тебя есть какая-то стратегическая тема. Только просто ты это сформулировать не можешь. Да, было дело. Я понимаю, мы просто... Чего ты меня оправдываешь? Как бы я сказал, Соня, ты дерево, и живешь как дерево. Соня-то боишься. Вы каждый раз пытаетесь различного рода уровня разговора смешать в одну кучу. Если так все в одну сваливать, то если так все будет казаться, на самом деле, что выхода никакого нет. Стратегическая цель, вы хотите статичный свалить в одну руку. Нет, я же тебе... Ты же сказала, что ты движешься. Я тебе не сказала, что я движусь. Нет, я подумал, что я тогда противопоставлял, что Антон покоится, а ты движешься. Я тебе еще до того года до приходила, так и все было... Еще раз, давай так. Если ты покоишься, то целей у тебя никаких нет, конечно. Цель возникает только при движении. У меня есть маленькие тактические цели. Значит, движешься ты или не движешься? Я движусь по тактическим целям, у меня нет никакой стратегической. Еще раз, я говорю, если ты движешься... На работу поехать тактическая цель? Тактическая. Еще раз говорю. Вернуться с работы тактическая? Нет, имеется в виду... Жизнь меня съест. Имеется в виду продвижение, внутренний личностный рост. Если успеете, если никто другой... Нет, нет, вы продвижение, это не движение, это не перемещение пространства. И про личностный рост идет. А как ты отделишь, вот какие наши действия относятся к личностному росту, а какие... Ну, если мы сейчас будем такие бредные предации, вы предположите, что это все понятно. Хорошо. Сейчас будем вообще мелочи обсуждать уже. Булак, булак, ну, дай сказать, ну, предположим, мы говорим не о том, что я на работу поехала, а о том, что вот моя маленькая тактическая цель – это вот некая там... Представь книжку при философии. Написать стих и там доработать что-то такое. Ну, короче, маленькая такая вот творческая какая-то цель, да? Маленькая я, понимаешь? Она маленькая, 7-7-минутная. Жизнь меня сожрет. У меня нет никакой большой цели там. Везде, везде присутствует, знаете, вот, есть же закон, как бы, это... Везде присутствуют погрешности. Понимаешь, ты говоришь, движешься на самом деле. Или там маленькая, она не маленькая. Я же не могу это оценить, на самом деле. Кажется, человек должен на свой страх и риск, это исходя из внутренней несчастности, это осознавать. Движешься ты или не движешься. Конечно, есть погрешность, на самом деле. Ты там, 3 сантиметра, условно говоря, в день ты движешься к цели, которые находятся там, на расстоянии 400 километров. Ну, сколько ты будешь движеться? Нет, 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 нет. Ну, правильно. Это не является движением. Если ты 3 сантиметра в день движешься к цели, которые находятся на расстоянии 400 километров, ты не движешься. Ты просто стоишь на месте и себя отишешь. Вопрос, конечно, здесь в масштабах. Ну, тут каждый человек сам должен себе это понять. Либо ты движешься, либо ты не движешься. Я не понимаю, я тебе говорю, вот, ты говоришь, вот, Он говорит, я не двигаюсь, говорит Соня. Если ты не двигаешься, тогда у тебя цели нет никакой, не стратегические. А тактические цели, тогда у тебя тоже они, если они, может, и есть, они такие в пределах погрешности. Да, в пределах погрешности нет. В пределах погрешности того, что такое цель вообще. Конечно, пойти покушать тоже вроде цель, но это не цель. Это она нас не улучшает, мы не становимся от этого совершенно. Так вывод-то какой? Надо мне стратегическую цель искать? Ты должна на самом деле сначала определиться, движешься ты или советуешься. И совершенствуешься ты, или не совершенствуешься. Если не совершенствуется, то что... Тогда нет у тебя никаких целей. Но надо ее искать? Ты на этическое утверждение. Конечно, потому что, исходя из того, что человек обладает свободой и возможностью, надо, конечно же, ее искать. Надо выходить из потенциальной ямы. Надо постоянный уровень повышения. Ты находишься в неком покое, надо двигаться. А вдруг ты перескручишь через горку, а там еще ниже потенциальная яма. Еще раз объясняю. Проблема состоит в том, что мы... Нет, подожди, мы люди на самом деле. Так бывает, конечно, только не у людей. У людей это... Борасовешься? Такого не бывает у людей. Потому что, когда речь идет о маленьком самосовершенствовании, там всегда тренд повышательный. Только... Ну как? Человек совершенству совершенствовал, а раз спился. Еще. Очень знакомая история. Или наркотики начал... Ну, я боялся, что все сведется, что три копейки, две копейки. Понимаете? Вы пытаетесь... Я пытаюсь сутки обсуждать тему, а вы пытаетесь это пропонировать. Можно взять какого-то и просто разбирать уже всякие какие-то мелочи. Это все мелочи. Это каждый человек перед лицом своей честности должен сам у себя оценить. Движется он, не движется, покоится он, не покоится, деградирует он, растет и так далее. Возможно, все что угодно возможно. Возможно, все что угодно. Возможно, так, что ты сейчас сидишь умный, говоришь, а завтра кирпичок по голове, и ты уже в больнице сидишь уже не бы, не мэ. Все что угодно может случиться. Мы же не обсуждаем это, что может случиться. Мы говорим в принципе. Как вот эту тему обсуждать? А может быть лучше остаться в этой потенциальной ямке, чтобы не свалиться глубже? Ну вот так все животные поступают. Они живут. И сохранять статус-кво? Вот они так же тоже. Гомеостаз впадает, животные. И считают, что сохранить статус-кво. Это не наша позиция. Нет? Я еще раз говорю, что либо человек остается человеком, либо он теряет свое достоинство и становится животным. Остается, остается, тут уже какой-то статус. Еще раз, достоинство человека состоит в том, что он и обладает свободой, и может эту свободу управлять. Не абсолютно, естественно. Может даже в очень малой степени. Ими и страсти владеют, и много что еленью там движет и прочее. Но он может что-то предпринять. Из-за того, что он это может, из-за того возникает, что он и должен. Должен не в смысле этическом, а в смысле того, что он должен человеческий это осуществлять. Не просто животное. Он родился, только жрет, спит, и все. Это очень забавно получилось. Он должен осуществлять нечто человеческое. Это экзистенциальный смысл. Человек остается человеком только в экзистенциальном смысле, если он осуществляет некий экзистенциальный смысл. И я бы сказал, что деградировать с точки зрения человека лучше, чем оставаться на месте. Даже деградант, на самом деле. Может он до такой степени деградирует, что потом наоборот, знаешь, как Ницше любит говорить. Вы думаете, что я пять часов назад, а на самом деле я просто отхожу, чтобы дальше прыгнуть. Чтобы набрать разбег. Потому что все это глупости, на самом деле. Главное, что человек должен двигаться. Человек это существо. Сущность которого должна двигаться. Должен себя строить, так? Да. Вот это изначальная позиция. То есть ниже уже опуститься нельзя. Ниже уже просто животное и растение. Уже не человек. А человек это тот, кто должен себя строить, кто принужден, как бы, на самом деле, ставить цели и двигаться. Принужден. Хочет он того, не хочет. Хорошо. Иначе он перестает быть человеком, и мы уже не говорим о любви. Это мой вопрос. Вот, допустим, он двигается и строит себя и так далее, но цели у него при этом нет. Вот по этому поводу я тебе и сказал, что ты просто ее сформулируй пока не можешь, ты ее не видишь, может быть, во всей полноте. Тебе она не ясна. Но это, и поскольку ты двигаешься, и если ты чувствуешь, что ты двигаешься, и ты чувствуешь, что внутренне ты меняешься, ты чувствуешь, что ты что-то приращиваешь, да? В смысле, как бы, вот, твоей человеческой сущности, твоей человеческого что? Ну, ты уже не так меняешься, но не приращиваешь. Не надо. Ну, не, не, допустим, приращиваешься, допустим, строишься, но все равно. Я тут тоже не согласен. Представьте себе, вот кто-нибудь строит дом, да? Если он без цели, без тертера строит, он же может построить что-то нелепое. Ты же можешь, так сказать, наприращивать и получить такую конструкцию нелепую. А ты не думаешь, что на самом деле обычная человеческая жизнь, это и есть нелепость, самая главная, какая она только существует. Вот человек рождается, на самом деле, в этот мир, он как бы обладает, в принципе, огромными возможностями, и он же ведет жизнь растения. Это же и есть самая главная нелепость. Человек, на самом деле, ну, как вот... Человек, как говорят, это религия говорит, да, у него есть внутри божественное, а он это божественное просто там в грязь втоптал, как бы, и лежит просто как свинья, да, и еще не хочет предпринять. В этом-то, мне кажется, это большая нелепость, чем если человек попытается что-то предпринять, и на этом пути рискнув собой, так сказать, в итоге окажется неудил. Ну и что? Он попробовал, понимаешь? Кто-то сможет, кто-то не сможет. Мы-то об этом тоже обсуждали. На самом деле растениям тоже трудно быть. Ну, не знаю, мне кажется, растениям трудно быть. Как они стоят. Ну, это понятно. Нет, все там мечутся, понимаешь? Все не герпятся куда-нибудь, а они стоят и стоят. Может, ему тоже хочется. Ну, знаешь, если мы будем говорить, что достоинство состоит в том, чтобы просто быть, то тогда мы просто понятие заслуги, как бы, понятие достоинства просто вообще там потеряем. Просто быть – это не достоинство. Достоинство – это всегда, как бы, некое родо изменение в движении, переход от одного к другому, приращение. Так вот, мне и смущает, что мы начинаем говорить о смысле жизни – примешивается цель. Мы начинаем говорить о целях – примешивается достоинство человека в виде свободы, в виде заслуги и так далее. Все время, как бы, на одну тему наслаивается какая-то либо этическая маркировка, либо… Я еще раз изначально обращаю только к феноменологичности позиции. Феноменологичность позиции состоит в том, что человек – это такая сущность, которая разорвана со своим бытием. Сущность человека и его бытие не составляют некое единственное. Они разорваны. Изначально так. Изначально человеком надо стать. Ты не рождаешься человеком, ты рождаешься животным. И если тебя общество не воспитает, так и останется животным. Далее. Воспитало тебе общество, ты вроде стал человеком, но ты будешь абстрактным, стандартным человеком. Ты не станешь еще личностью. То есть, человеком, личностью надо стать. И уже изначально природа человека такова, что он разорван со своим бытием. Изначально человеку есть некое стремление. Изначально человеку есть некое движение. Изначально он не устоявшийся сущность. Он должен сущностью стать какой-то. Это изначальная позиция. Отсюда все остальное следует. А у тебя получается так, что человек изначально что он рождается человеком, я с этим не согласен. Даже опыты такие есть. Взяли человека в лесу, потеряли, он остался животным, он не человек. Человеком нужно стать изначально. Ну, раз это так, раз сущность человека... Вот, например, котом не надо становиться. Кот рождается котом. Дерево рождается дерево. А человек не рождается человеком. Человеком становится. И это изначально главная позиция. И отсюда все выводы остальные. Что его сущность является его целью. Конечно же, опять же, я каждый раз и говорю, что каждый раз можно брать отсечку и рассматривать, что есть такой человек конкретно. И можно много что... Но ведь заметь, он не так уж долго обычно движется к каким-то целям. Он как-то вот очень... Больше похоже вот в обыденной жизни. Что человек действительно поначалу и вообще не человек, потом он какой-то ужасный подросток. А потом он как бы к жизни прилаживается. Вот, собственно, то, что я говорил про счастье и про примирение, он как бы к ней прилаживается. И вот он как бы приладился к ней. Между ними конфликт, вот этот, который изначально был, каким-то образом разрешился. И все. И дальше движение закончилось. Можно так понимать. Я и говорю, что... Как грустно. И цель достигнута. Как грустно. То мы состоим... Даже они в счастье и в этом согласии пребывают. Это грустно. Нет, нет, нет. Тут дело в том, что... Вот мы эту, кстати, тему не затрагивали, тоже надо ее обговорить. Вот, утешно. Дело в том, что на самом деле у нашего человеческого общества есть стандартный некий человеческий смысл, который придан любому человеку. Вот то, что ты говоришь, вот как-то он достигает некой гармонии, это тот смысл, который существует, который воспитывается нашим обществом. Вот тот стандартный смысл человека. В чем он состоит? Это некий родовой смысл. Человек должен родить сына, продолжить род он должен, помогать себе таким же, как он сам. Некий родовой смысл есть. Он всегда есть. Безотносительно, на самом деле, нравится тебе это, не нравится. Ну, гармония не обязательно в родовом смысле прийти. Нет. Так вот, когда ты приходишь в гармонию, на самом деле, как правило, это гармония, именно та гармония, как некое предначертание, что человеку предначертано быть отцом, человеку предначертано быть сыном, предначертано быть представителем рода. Хотя, если ты говоришь о гармонии, которая не предначертано, то тогда... Я про любую. Вот как бы удастся примириться с миром. Кто-то будет буддист какой-нибудь там, где-нибудь в монастыре на горах примириться, кто-то еще где-то. Кто-то там, не знаю, будет плавать в морях. Крестьянин будет пахать эту землю, но не обязательно там семью или что-то. Вот просто как бы... Здесь это такая... Такой покой. Я понимаю, здесь такая тема на самом деле, что всякое движение, конечно же, имеет другую полюс, да, покой. Но это как бы два понятия соотносительные. Естественно говоря, движение мы всегда будем подразумевать не некий покой. Конечно, определенного рода движение может остановиться на неком покое. И, допустим, когда Ниша говорит о своих движениях, у него постоянно образ возникает там корабля в море, да, и гавань. То есть пришел он в гавань, не пришел он в гавань. Там открытое море, там и прочее. То есть на самом деле, конечно же, каждый отдельный человек достигает какого-то своего предела там. И он его, допустим, может достигнуть и все, и дальше не двигаться. Это в частности просто. И когда мы говорим о том, что есть существ с человеком и что она вот куда-то стремится, Мы говорим о том, что на самом деле главное в человеке не достигнуть гавани, а главное – стремление. Это не значит, что человек должен всю жизнь стремиться. Может, он и должен достигнуть гавани, неизвестно. Одни достигнут, другие не достигнут. Это же другой разговор. Разговор о том, жизнь в человеке достигнет ли гавани – это другой разговор. Причем важно, что это, если ты говоришь о гавани не общеродовой, не той, которая нам навязана. Я пролюбую. Да, тогда на самом деле еще идет… Тогда просто ты входишь в тот разговор, о котором мы говорим. Потому что действительно, ты когда ставишь себе стратегическую цель, ты ее хочешь достигнуть, а кто-то поставил эту стратегическую цель купить машину. Однажды он ее купил, и что? Он ее достиг. В этом нет ничего невозможно. Он не примирился с миром, вот в чем дело. Он стратегическую силу поставил, но... Хорошо, может кто-то там примирился с миром, вполне может быть, и как бы застыл в каком-то положении. Но это не отменяет, что другие люди двигаются. Люди могут двигаться всю жизнь, люди могут двигаться только там. Какую-то бурную молодость могут двигаться. Сам факт состоит в том, что надо обсуждать именно движение, потому что покой это нечто ясное. Человек достиг состояния покоя, и дальше с ним уже ничего не происходит. Это, кстати, интересно, допустим, с точки зрения вашего целеполагания. Вот он достиг покоя, да? И, по идее, если дальше движения нет, это единственная цель, которая была, которую он достиг, и движение закончилось. В чем же дальше тогда его смысл жизни, если смысл жизни – это цель? Еще раз говорю. Вот он же как-то живет. Ты пытаешься рассуждать внешним образом. Каждый отдельный человек, который достигнул своей цели, он либо дальше ставит себе новую цель, как всегда бывает, горизонты открываются по мере движения. Ты, когда достигаешь своей цели, ты понимаешь, что тебе недоставало, ты понимаешь свои новые цели, которые ты можешь теперь достигнуть. Вот как Ниша любит говорить. Я говорю, когда написал книгу какую-то, я теперь понимаю, как надо было ее писать. Но уже поздно она написана. И точно так же каждый раз. Телок либо ставит себе новую цель, либо как бы замирает в этом покое. Ну, тогда значит, он что, бессмысленно живет? Почему бессмысленно? Он не бессмысленно, он что-то осуществил. Он какой-то смысл осуществил. Смысл он черпает. Вы знаете, на самом деле, какие были проблемы, допустим, у классиков наших. Допустим, взять какого-нибудь Герта или что-нибудь. Они при жизни становились статуями. Это не при жизни. Это их обожествляли как-то так. Ну, как было? Обожествляли в человечественном смысле. Гегель это обожествляли. Гегель, да. Они становились статуями, они переставали двигаться. На самом деле, ну, что могу сказать это? Вообще говоря, можно сказать с точки зрения жизни, покой это смерть. Понимаешь? Это как для человека, для человеческого понимания покоя. Ну, как бы стать при жизни статуей, ну, вроде бы казалось бы всем из плоти и крови, да, там. А быть статуей самого себя? Ну, об этом тоже Ницше пишет, что не очень приятно, на самом деле, знаешь, быть статуей, потому что ты всегда будешь не соответствовать своей же статуе. Потому что на тебя будут смотреть как на статуи и будут думать, что ты там, допустим, какой-то… Может, статуи все-таки? Статуи, да. Ты должен будешь соответствовать этому уровню, да, уровню своему. Вот, допустим, взлетел ты очень высоко, допустим, и все считают тебя великим философом. И ты тоже каждый раз будешь свою великость проявлять. Например, тебе уже нельзя будет ошибаться, нельзя будет говорить глупость, там, да, там. Это будет как-то уже не пристав. Ты должен будешь величаво ходить, там, допустим, красиво, красиво одеваться, там, как бы не общаться с народом, как-то там, быть как-то в альяже. То есть, понимаете, в этом есть какая-то мертвенность. Вот, ну, вот, даже в культуре растворяло такое понимание, на самом деле, в нашей языке и везде, что вот покой, да, вот эта вот статуеобразность, она вот граничит с какой-то мертвенностью. Ведь статуи можно тоже разукрасить, можно, вот эта статуя, можно разукрасить, это вот восковая фигура, допустим, ее же можно сдалека же принять за человек, но это же не человек. Так вот, точно так же, в каком-то смысле, какой-то отдельный человек может достигнуть такого состояния внутреннего самосовершенствования, речь не идет о внешности, да, что дальше он уже никуда не двигается, и что он, вот, вот он будет такая статуя, и что? Вот такая восковая фигура самого себя. Ну, это же, кстати, совершенство-то, примирение с миром с совершенством не связано. Вот, допустим, вот как два человека примиряются, да, здесь не делается в том, что они стали все идеальными, и тот, и другое. Твой говорил про эти, причины с примирением с миром, это счастная цель отдельного человека, у других другая цель. Одни люди примиряются с миром, а у других, на самом деле, им не надо примиряться с миром, они из детства чувствуют свою, это, органичность. Ты ставишь счастную цель, и почему-то ее пытаешься возвести в какую-то общую цель, я не пытаюсь обсуждать такие счастности. Это счастность, на самом деле, мне кажется. Потому что речь идет о том, на самом деле, что человек, это некое движение. Я крестьянина представляю все время, вот почему. Ну, понятно, тебе хочешь оправдать, что быть крестьянином не так плохо. Ну, то есть, ты пойми, что одновременно... Это фотографии каких-то сибирских деревень в снегу, там речка течет, вот, и снег, это так красиво. Ну, у тебя сострадание просто к людям таким, это, как-то, статуеобразно, постоянно хорящийся. Не сосредоточиться просто. Ну, я понимаю, это тоже, знаешь, это старая тема всех интеллигентов. Всех интеллигентам хочется быть... Я знал, что ты скажешь, да? Какими-нибудь другими. Какими-нибудь другими хочется. Ты пойми, на самом деле, что те, кто осознал свою свободу, они, тем самым, приняли на себя ответственность за эту свободу. Если я понимаю, что свою жизнь могу куда-то направить, и ее не направляю, то у меня, как бы, вот, у Бахтина была такой термин «не алиби в бытии». Да, то есть, я не могу, на самом деле, уже не понимать, что если я что-то не делаю, то я это осознанно не делаю. То есть, если я осознал, что у меня есть свобода, то и то, что я делаю, я делаю осознанно, и даже если я что-то не делаю, я делаю осознанно. У меня вот такое, получается, несимметричное отношение. Пока я не осознал свою свободу, пока я не стал личностью, этого не было. Я мог ничего не делать, на кровати лежать, и это было нормально, это было оправданно. А теперь, когда я уже осознал, что моя свобода – это мое богатство, я как бы постоянно им распоряжаться должен. И должен, и делая, и не делая, я всякий раз, как бы, на самом деле, это должен делать осознанно. Если я осознанно не делаю, значит, я взял ответственность за то, что я это не делаю. Если я осознанно делаю, значит, взял ответственность за то, что делаю. И всякий раз так. Вот это отношение, оно стало несимметричным, друг. Мне кажется, как раз Кадикер, когда говорит об ответственности за свое бытие, он имеет в виду именно это, что в определенный момент мы становимся ответственным, у него не момент, человеческое бытие, человеческое присутствие, ответственность за самого себя. Именно в этом состоит этик, что мы ответственны за свое бытие, куда мы его направим. Так вот, почему не нужны цели, и почему нужны вот эти вот интересы? Значит, еще раз, интересы, это вот как вокруг нас, вот как будто такое поле, да, локальное поле. Вот. Во-первых, объяснишь, что такое интересы сначала, чтобы было понятно. Это какие-то вот наши направленности, это то, что нас, мы вот как корнями вот в этот окружающий мир вросли, вот это наши интересы, то, чем мы врастаем в этот мир, то, что нас с ним связывает, удерживает, наши как бы связи с миром. Вот. Ну, они от рождения, развиваются, меняются. Да, они развиваются, меняются, совершенно верно. Так вот, они меняются при движении при этом. И так далее. Вот. И другой образ у меня тут. Вот как вот есть земля, а вокруг нее атмосфера. Да, вот так вот, как бы атмосфера окутывает землю. Так вот, опасность состоит в чем? В том, что они достаточно хрупкие, эти связи. Они, как бы, такие не очень надежные. С одной стороны, надежные, а с другой стороны, нет. И любое резкое движение может их разорвать, эти связи. То есть, как вот, когда мы ставим себе цель, есть опасность, что мы, как бы, слишком резкое движение сделаем, как бы, как вот землю сдвигают, атмосфера остается на одном месте, так сказать, а земля уже сдвинута резким ударом какого-нибудь метеорита. И все. И планета осталась без атмосферы. Так и тут. А это поле, как бы, оно может быть, так вот, как Марлетт, ну, не как Марлетт. На что похоже? На улицу не уходить и кирпичить. Не, не, не. Просто надо двигаться, двигаться, не перепрыгивать, понимаешь? То есть, не ставить вот эту цель глобальную и не… Подожди. Можно я даже скажу? Потому что, в чем опасность? Ты можешь, как бы, вдруг оказаться в безвоздушном пространстве. Как бы, вот, забросить эту цель, двинуться туда. И вдруг обнаружить, что эти все, ну, эти все корни твои, да? Вот это вот дерево, это же дерево, но такое все-таки двигающееся медленно. Но корни должны успевать переступать, как бы, успевать врасти, успевать, как бы, напитаться соками. Вот. Что ты от них оторвался, что вот это вот поле, как бы, его сорвало порывом, так сказать, ветра, порывом твоего резкого движения, и ты оказался в безвоздушном пространстве. И, вроде бы, и цель есть, и все, но вот этой связи, живой связи с миром твоим, вот, которая питала твое движение и делала его осмысленным, не просто, как бы, неким волевым актом, но актом, который как-то глубоко, вот, осмысленен и обоснованным. Вот эта связь оборвалась. Поэтому я считаю, что цели нельзя, ну, они полезны, да, но нельзя вот их, так сказать, ставить во главу угла, потому что иногда они и опасны. Они могут нас, как бы, слишком сильно сдвинуть. Не туда. Ну, как не туда? Не туда не в плане того, что есть какое-то туда, а есть не туда. А в плане того, что сдвинуть настолько резко, что вот эта вот наша реальная связь с происходящим, она оборвется. Вот такая вот. Осторожность надо. Бережно, бережно. Правильно, но это не относится, как бы, из того, что надо осторожно, бережно относиться к постановке стратегических целей, не значит, что их ставить не надо. Понимаешь, что ты путаешь два года. Бережность есть в том, чтобы не ставить стратегически. Ну, ну как? Я же только что объяснял. Ну, это все равно, что давайте не будем выходить на улицу, на улице бандиты, нас могут ограбить, мы можем упасть и выдавиться головой и прочее. Потому что, если ставишь стратегическую цель и одновременно, как бы, ты укоренен вот в этих конкретных тактических, можно сказать, интересах, ты, получается, служишь двум господам. Все, ты служишь двум господам. А сколько интересов у тебя? Ну, они все, их тоже много, но они все, как бы, лежат в одной плоскости. Ну, как они волнуют? Они могут противоречить друг другу. Ну, они могут противоречить, но они, как бы, в одной страте бытия лежат, а это в другой. Ну, это уже из разряда схоластики. Ну, как, ну, просто речь идет о том, что мы говорим о разуме. Они живые, живые. Мы говорим о разуме. А это интеллектуальное, как бы, сознательное, ну, как сказать, интеллигибельное, можно сказать, действие. Вот это постановка цели. Я не вижу ничего особо такого невообразимого. Все люди в жизни ставят какую-то цель там. И в том числе, там, не очень близкие цели ставят, а могут и более близкие, и более далекие цели ставят. Но это искривляет их жизнь. Ничего не искривляет. Просто это, я говорю, это из разряда того, что если человек, на самом деле, такое существо, что у него есть много возможностей. У него есть возможность поставить далекую цель. Тут я ничего не вижу, никаких особенностей. Ты предлагаешь быть бережным, да, и ставить такие цели, чтобы не искривиться. Ну, это нормальное, это, как бы, предупреждение тем людям, которые слишком, как бы, зарвались там, в постановке своих целей. Ну, это и только. Это только предупреждение. Из этого не следует, что такие стратегические цели ставить не надо? Нет. Я говорю о другом. О том, что вот мы говорили про, там, когда мы про самоучреждение говорили и прочее, мы говорили, что есть проблема приедственности себя, я, во времени. Что вот, действительно, если мы движемся, мы меняемся, меняются вот эти интересы, вот, меняются смыслы, меняются цели, все меняется. Так вот, надо постараться сделать так, чтобы они менялись гладко, да, ну, в смысле, в математическом, да, вот, как бы, гладкая функция, чтобы одно перетекало в другое без, так сказать… Ну, правильно, но это никак не отрицает постановку стратегических целей. Ну, как, а вот постановка стратегических целей – это и есть разрыв какой-то там производства. Почему? Ну, я вот этого не понимаю. Ты просто, ты изначально как-то понимаешь по-своему стратегическое понятие стратегических целей. Я ее понимаю в том смысле как раз простой, что есть цели ближайшие, близкие, например, написать книгу, сделать стратегические цели там, а ближайшая цель там – взять ручку, взять бумажку, подготовить то, третье, десять. Нет, потому что желание писать, вот сесть и писать, да, допустим, и интерес к письмам, и цель написать книгу, они могут войти… вот они-то как раз и войдут в противоречие, и одно может уничтожить другое. Из того, что что-то может, не следует, что этого делать не надо. Но у кого-то может, он не будет писать, а у кого-то на самом деле это не случится. Ты говоришь в области возможностей. Я говорю, возможно в мире все, что угодно. А я говорю не из области возможностей, я говорю из области того, как надо видеть эту картину. Вот есть возможность поставить стратегическую цель, есть возможность… Ну-ка, приведи мне примеры стратегических целей. Вот книгу написать, допустим. Ну, написать, допустим, книгу, да. Плохая цель. Почему плохая? Ну, потому что… Нет, еще раз говорю, речь… А у другого будет стратегическая цель – купить квартиру. Плохая цель. Ну, причем здесь плохая? Еще раз говорю, вопрос… Так вот уж ни одной хорошей нет. Ты сам… Нет, нет, нет. Я понимаю, ты сам вносишь… Причем исходя из своей антологии некую оценочность в виде плохой и хорошей. А я говорю безотносительно, исходя из цельной антологии, что есть возможность поставить такую цель безотносительно любых антологий. Твои антологии – это плохие цели, а антологии других людей, они могут вполне быть заслуженными целями. Человек, допустим, поставит цель заработать на квартиру, а в итоге как бы это может вылиться там нечто другое. А на самом деле, осуществляя самого себя, то есть осуществляя предпринимательскую некую деятельность, он на самом деле ее может расширить, да просто для него образимых как бы вещей, понимаешь. То есть, на самом деле, достигая, казалось бы, маленькую веркантильную цель, он может выйти на такие горизонты, где ему откроются такие возможности, понимаешь, на которых он просто никогда бы не осуществляя эту маленькую цель, бы не вышел бы. Вот в чем это состоит. Мы не знаем, где найдем, где потеряем. Ну, если как-то у тебя то маленькая, то стратегическая, я не могу понять. Еще раз говорю, мы пока держимся… Чем стратегичнее цель, тем она неправильнее. Еще раз говорю, мы держимся пока интуитивных представлений. Я уже говорил, ты просто не присутствовал, я говорил про цели, которые запредельны человеку, что они на самом деле являются лицемерными целями. Цель, которую невозможно достигнуть, она лицемерна, потому что человек перестает вообще к ней двигаться. Допустим, сказать цель, поставить человеку цель, как христиан составить, а Божец. Человек, настоящий крестьянин, он перестает что-то делать. Яркий пример – это Валя. Я Валю спрошу, Валя, давай что-нибудь делать. Надо же совершенствоваться в Боге. Он прекрасно понимает, что в Боге надо совершенствоваться. Он говорит, а зачем я буду совершенствоваться в Боге, если меня ожидает бесконечная жизнь? Я лучше буду сидеть на одном месте и ничего не делать. И все. И главное – это все логично, если его ожидает бесконечная жизнь. Ну ладно, это разговор как бы… Не-не-не, я просто к тому говорю, что цель запредельной, которую невозможно достичь, является лицемерной, потому что люди, ставящие такую цель, они никуда не двигаются. Поэтому я сразу сказал, что цель должна быть, она вполне как бы обрисуемой. Какой-то горизонт этой цели должен быть ясным. Либо, как Софья говорила, что она движется, допустим, куда-нибудь, но не может сформулировать направление движения. Это уже другой возможность. То есть, она куда-то движется, движется, сформулировать направление движения не может. Рано или поздно она, на самом деле, увидит, куда она движется. Так уж и случается, на самом деле. Мудрость не всегда приходит сразу, мудрость может прийти позже. Да это и не мудрость. Понимаешь? Если бы она знала, куда движется, это могло бы от, словно говоря, христианских технологий смутить ее. Это могло бы ее в трелесть вести, что ли. Я не знаю. Для того, чтобы не говорить абстрактно, надо брать конкретную какую-то. Вот я тебе говорю. Подожди, про книгу забудь. Потому что не конкретная модель. Конкретная модель – это фирма. Вот есть фирма, она зарабатывает деньги. Можно на фирме. На фирме есть затраты, есть какие-то, как бы, там, прибыль есть. Надо, чтобы прибыль покрывала затраты. Есть, как бы, некого-то рода понимание роста, там, прибыльности фирмы и прочее. То есть, все тут очевидно. Так вот, в некотором отношении без человека точно такая же фирма. Он, конечно, может считать, он зарабатывает, ну, в смысле, совершенствуется на 20 копеек. А затрата у него на 20 тысяч. Вот чтобы совершенствоваться на 20 копеек, у него затрата на 20 тысяч. То есть, это хорошая фирма. Мы понимаем, что эта фирма неправильная. Она уже работает в убыток. Вот ты тоже предлагаешь не двигаться, не стремиться, ни куда-нибудь. Нет, я сейчас предлагаю другую. Нет, подожди, подожди. Я пока выскажу. Не ты предлагаешь, другие предлагают. Не двигаться, не стремиться. Это я, это с позиции точки зрения понимания человека, как фирмы, это означает, на самом деле, работать в убыток. Потому что фирма, если не зарабатывает прибыль, то она работает в убыток. Потому что накладные расходы, затраты есть всегда. И точно так же в человеческой жизни мы постоянно свою жизнь на что-то тратим. Если даже мы ничего не делаем, она все равно тратится. Мы по своему богатству, единственное богатство, которое у нас есть, распорядиться своим временем. Постоянно спускаем в канал. Спим много, едим, ничего не делаем, выиграем компьютерно и прочее. Мы свое богатство, на самом деле, единственное, которое нам доступно. Предположим, что мы живем 70 лет в среднем. И вот это наш капитал. Либо мы можем его вложить на что-нибудь и усилить его, интенсифицировать. Либо мы можем его просто спустить, вот так вот потихонечку, ничего не делая. Вот о чем речь идет. Речь идет о том, что, по крайней мере, надо вывести самого себя, свою фирму на уровень самоокупаемости. Хотя бы чтобы прибыль твоя в твоем самосовершенствовании покрывала твои расходы. То, что ты постоянно, например, кушаешь, спишь, то есть постоянно тратишь жизнь просто так. Это, конечно, некая необходимость, я не говорю, что ее не надо делать, но ты же тратишь жизнь-то. Мы треть жизни спим. Вообще говоря, обидно же, на самом деле. Например, это очень сильно беспокоило, допустим, Бердяя. Бердяя вообще не понимал, зачем нужен сон. Понятное дело, что он ничего сделать не мог. Но это некое рабство. Рабство сну. Бердяя еще боялся умереть. Он считал, что сон – это своего рода смерть. Он просто так чувствовал себя, что всякий раз, когда уходил ко сну, содрогался от ужаса просто. Потому что это своего рода как бы он сознательная, он личность, и он отдавал себя непонятно какой стихией какой-то бессознательной. И умирал как бы. И потом каждый раз опять возразился. И в сторону выходи. Ну это я просто… Многие так ощущают. Многие ощущают, что сон на самом деле как нечто, что жалко, чему жизнь отдавала. Мы едим. Вы поняли же. Надо… Мы едим. Надо совершенствоваться. Что еще ты хочешь сказать? Нет. Я имею в виду в следующем. Надо относиться к своей жизни как к фильме. И надо попытаться как бы вот это вот… Чисто метафорой своей, да? Неплохая. Получать от себя прибыль. Неплохая. Прибыль получать. Прибыль состоит не в том, что ты как бы пытаешься из себя все соки выжить. А прибыль состоит в том, что на самом деле совершенствуешь жизнь, ты каждый раз преодолеваешь вот эти потенциальные барьеры и переходишь в новое качество. Как ты узнал, что ты… вот ты получил прибыль, как ты это узнаешь? Да нет, просто… Это же не ферма… Я был ребенком и я сейчас стал здесь. Разница ощутима. Да нет, просто совершенствование и затраты, а затраты – это затраты времени в первую и в общем в последнюю очередь, они не сопоставимы. Их нельзя сравнить и положить на одни весы. Можно только с другим человеком сравнить, да, вот как у него. Сколько он тратит. А это же не деньги, понимаешь? Нет, просто приблизимся к жизни. Ты вот не деньги начинаешь… Вот, допустим, какой-нибудь олигарх. Час его жизни стоит миллионы долларов. Час твоей жизни стоит, если перевести на общее мерило того, что тебе платят за то, что ты сейчас жизни прилагаешь где-то. Твой час жизни, ну не знаю, сколько стоит. Допустим, тысяч рублей. Ну, допустим. Ну, допустим. Хорошо. А есть допустим… Нет, просто к тому, что… А есть монах? Его часть жизни? Нет. И он при этом как бы что? Не в этом дело. Я просто хотел сказать, что на самом деле, что… Метафора похоря. Нет, интенсивность жизни. Интенсивность жизни. Можешь, допустим, человек может вложить… Ты не измеришь. Не надо ее измерять… Ну, тебя как ты попытаешься ее измерять? Ой, ну я так и знал, что это дело дойдет до измерения. Не надо ничего измерять. Я просто хотел показать, что разница есть. Как ты ее почувствуешь? Ну, как почувствуешь? Ну, одно тысячу рублей, у другого… Ну, перевели на одну миллион, у другого миллион долларов. Господи, а ты же сам превращаешься в деньги? Я просто для того, что вы говорите, что нельзя соизмерить. Я говорю, можно соизмерить. Нет, нельзя. Ну, даже экономика соизмеряет. Экономика состоит в том, что все приводит к… Экономика и только она это и делает. Ты пытаешься ее принести сюда. Вы не в этом. Я еще раз говорю, что вопрос состоит в том… Я возражаю против того, что нет никакого мерила. Мерила есть. Просто надо быть честным. Конечно, для каждого человека мерила будет свое. Ну, на самом деле, я хотел сказать, что вовсе я не за то, чтобы движения не было. Я за то, чтобы не осуществлялось насилие. От того, что у нас есть свобода, это не значит, что нужно себя и свой мир… Я понял. Это уже все понятно. Ты просто из пустого прожня переливаешь. Ребенка не надо ничего не учить. Надо бросить его. Насиловать его не надо. В школе его мучить не надо. Не надо насиловать детей. За это посадят. Что правильно? Ничего не надо делать. Просто движения… Никакого движения никогда не будет, если не будет никакого, хоть минимального, но насилия на собой. Это называется преодоление себя. Если преодоления не будет, то движения точно так же не будет. Ну, где минимальное насилие, там и максимальное. Тоже ты понимаешь? Ну, я понимаю, что… Я же тебе объясняю, что если себя не подвергать, если себя куда-то не преневоливать, ничего никогда не будет. И на этом держатся все… Это все как бы… Понятие того, что такое представляет человек собра, оно все на этом держится. Только самопреневоливание, только преодоление себя, только постоянным этим движением можно как бы чего-то двигаться. Еще раз говорю, я каждый раз к тому и тому же примеру апеллирую, который вы вообще не хотите принимать, что мы не знаем, на самом деле, что за тем бугром. Мы преодолеем тот бугр, а может попадаем в новое состояние какой-то статус-аклон, но оно выше, чем предыдущее. Понимаешь? Ну, я на куда ты взял? Ну, ты движешься последние, энное количество лет. Вроде как бы движешься, а есть какой-то новый, потенциальный, более высокий? Еще раз говорю, что я все мирилы находятся внутри. Ну, я вот и спрашиваю тебя, показали твои внутренние ощущения? Да, есть. И даже можно меня не брать, вот можно брать яркий пример Игоря Даниловича. У него было до недавнего времени, у него было представление, что он достиг некого пика максимального как бы уже самоосознания, и дальше двигаться просто некуда. Дальше надо его просто как корабль, который пришел в гавань, просто там плоды своего как бы состояния просто потреблять. Потом он сам признался, на самом деле, что вдруг так случилось, что что-то изменилось, как бы там ситуация вокруг. И он понял, на самом деле, что это не гавань, что можно дальше двигаться. Для него лично, для самого себя было это открытием. И точно так же любой человек, точно так же. Человек может всю жизнь вот это лелеять, что он находится в неком, не знаю, самом совершенном состоянии, какое только возможное. И тем не менее, на самом деле, может вдруг однажды открыться, что это самое совершенное состояние это просто иллюзия. Это просто сам себя тишина. То есть состоит, на самом деле, честность перед собой, что надо быть честным. Да, как можно и не открыться. Но что-то в состоянии про бывает как бы не открыться. Может и не открыться. Я говорю может не открыться, еще раз говорю, я не говорю про то как может. Может все что угодно. Ты говоришь, как может, а может в какой-то момент выяснится, что это себя делает. Я еще раз говорю, что именно про «может» и говоришь. Я имею в виду изначально главную мысль. Мысль главная состоит в том, что человек представляет собой некое движение. И у него всегда есть некая цель. Хочет он того, не хочет. Это всего свобода его. Изначально его сущность разорвана с его бытием. Он все равно должен преневоливым эту сущность осуществлять. И либо он осуществляет эту сущность бессознательно, как ты говоришь, его инстинкт куда-то влекет. Либо он осуществляет сущность, которую ему задал кто-то, общество ему задало, другой человек, авторитеты какие-то ему задали эту сущность. И либо он эту сущность сам выбрал. Сам. Вот в чем состоит разница. И если он эту сущность выбрал сам, на самом деле, то он должен ей как-то соответствовать. Соответствие этой сущности означает двигаться. Ну, например, есть же элементарные примеры. Не знаешь греческого языка, научиться греческому языку. Не знаешь, что мы это в физике, научиться физике. Не владеешь философией, а владеет. Это же можно показать на всех примерах практически. Чего-то ты не можешь стать мощью. Может быть, тебе это не удастся. Это уже другой разговор. Изначально просто позиция совершенно противоположная твоей, в которой ты говоришь, что надо замереть гомеостазию. И эта позиция замереть гомеостазию... Малутерируешь. Я говорю, двигаться туда, куда тебя... Хорошо. Куда влекет. Ну, это просто означает не осуществлять человека в высшем смысле слова, а осуществлять человека как животное, не знаю, как дерево. Как у животного дерева есть некий заданный смысл. Дерево растет вверх, там животное самосохраняет себя и плодит себе по дому. Вот так же и человек. Ну, у него можно свести его к каким-то функциям, да? Ну, там, больше, меньше функций. Не важнее. И он эти функции, он является как бы... Это система осуществления этих функций, воспроизводства. Он воспроизводит эти функции в каком-то потоке, и все. Нет, он больше похож на такой, может быть, там, не знаю, флюгер или парусник, который под ветром каким-то движется. Животное не движется, а он движется. Но движется он, да, во многом по внешним причинам каким-то. Иногда он пытается приделать мотор. Хорошо, пускай будет так. А мечта человечества из-за памятных времен, и все философские теории, все религиозные теории, все этические теории, и все только об одном и том же говорят, что состоит в том, чтобы на самом деле осуществить некую, как бы, вот, цель. Поставить ее и осуществить. Да это легко же, что? Многие это делают. Только толпу. Дело не в том, легко или нелегко, в этом сущность человека состоит. Да не обнаружишь. Ты поставишь себе цель, достигаешь ее, никакой сущности ты себя там не обнаруживаешь. Ты не понял. Ты же ставил цель. Осуществлять цель, это в этом состоит сущность. Человек есть проект, есть возможность. Осуществлять некую, поставить... Да игра это все, игра. Игра. Хорошо. Это же не важно, как это называть словами. Нет, это важно. Везде у тебя всегда звучит оценность. То есть это твоя антология. Своей антологией ты можешь как угодно назвать. Ты можешь сказать, что я вот такой вот лежу вот тут на печи, и мне на вас на всех насрать. Это твоя антология. Если быть честным, то речь идет о следующем насратье. О простом факте насрать. Что человеческое сущность состоит в том, чтобы ее выбрать. Понимаешь? Выбрать. Нету никакой сущности заранее определенной, какая она должна быть. Надо ее выбрать. В этом и состоит, собственно, конечная цель, как я сказал про стратегическая цель. Стратегическая цель состоит в том, что выбери человека, создай проект. Создай некое произведение искусства из своей жизни. В этом и состоит цель. Человеческая жизнь уже конечная, стратегическая. Вы можешь уже какую угодно выбрать. Вы можешь выбрать просто поленом быть. Можешь выбрать быть деревом, неважно какое. Важно состоит в том, что ты должен осуществить вот эту вот изначальную возможность. Вот это вот. Быть возможностью, иначе говоря. Фактически это означает, что человек, что есть некая возможность, которая себя осуществляет. Вот и все. И вот быть этой возможностью. Не быть поленом, а быть возможностью осуществления. Безможность уже навязывала в зубах твоих. Не, ну просто это изначальная позиция. Что ты можешь сказать? Изначальная позиция состоит в том, что человек отличается от вещей, от животных тем, что у него в сущности есть нечто неустоявшее. То есть, что у него есть, нет, у него есть уровни, да, есть сущность животная, у него есть сущность как бы социальная, которую ему общество навязывает. Есть сущность как бы у него как личности, которую он может сам выбрать. Вот выбрать как бы вот свою сущность, и в этом состоит как бы с артистической цель человека. То есть, надо выбрать их человека, ее осуществить. В этом состоит в том числе и риск, там, и все что угодно. Ты можешь не выбирать, и вместо тебя выберет это, твои, твои интересы, и выберет эту сущность. Если ты можешь не выбирать, мама может за тебя его выбрать. Пошлет тебе в какую-нибудь музыкальную школу, и ты будешь всю жизнь музыкальную. И скажет, как вот люди некоторые говорят, что я себя не выбрал, меня выбрала мама. Ну и так далее. Понимаешь, это может как угодно. Религия какая-то. Родился, допустим, крестьянин. Стал, так и остался крестьянин. Родился православный. Но православный что здесь и пробовал. Ничего не выбирал. Тот, кто ничего не выбирал, он как бы с точки зрения человечества, он не представляет нам никакого интереса. Он просто... Мы же не затрагивали эту мысль на самом деле. А мысль состоит в том, что мы все, когда выбираем себя, мы осуществляем некую идею. И либо ты осуществляешь идею, которая уже была, осуществляю миллионы раз, миллиарды раз. Миллиард людей был, ты это миллиардный раз осуществляешь эту идею. Это означает, на самом деле, что у тебя нет. Есть идея просто, а ты просто представитель этой идеи. Знаешь, вот как есть кошки. Вот есть урод котов там, кошек там, а есть конкретные кошки. Ну, ну... Такая цель, которую ты выбираешь вот так вот. Ты думаешь, что они не точно такие же абстрактные, всеобщие. Они точно такие же. Понимаешь, в чем дело? Только вот этот вот веер интересов, который присутствует живой, только он конкретен. Только он относится к тебе лично, непосредственно. Только он. Веер интересов, это тоже достаточно скудный список возможностей. Нет. В том-то и дело, что поскольку они невербализуемы, поскольку они неосознаваемы, они... Как это может быть интересным, неосознаваемым и невербализуемым? Ну, так. Что-то хочу, чего не знаю, чего хочу, что ли? Ну, примерно так. Я тогда вообще не понимаю, что ты говоришь. Ну, как это так? У тебя есть список невербализуемых интересов. Тогда зачем тогда слово интерес вводить, если это вообще непонятно что? Так и говори просто бессознательно, и все. Интерес, на самом деле, изначально термин вводится. А вот направленный. Нет, интерес изначально вводится как осознанность, некоторые. В определенной осознанности. Сначала есть бессознательный уровень. Неосознанные интенции. Интересы все осознанные. Если не нравится слово интерес, просто я говорю, неосознанные интенции твои, которые укореняют тебя в происходящее. Так вот, они конкретны. А любая цель, она всегда будет самой, что есть абстрактной. Ни одной еще не абстрактной цели ты не назвал, это была машина. Нет, нет. Машина ничем не отличается от, там, этого... Ну, ты юмор-то ситуации понимаешь, а как мне высказать другую цель на языке? Нет, как? Все, что я выскажу, я выскажу тебе... А когда ты себе ставишь цель? В том-то и проблема, что ты ее себе формулируешь. Ты себе ее как бы ставишь. Нет. Ну, в том-то и состоит проблема, что... Ты скажешь, я хочу быть философом. Нет, еще раз. Подожди, послушай. Я должен тоже. Я сейчас как раз конкретно занимаюсь такой вещью, как единичный смысл. Я сейчас этим конкретно занимаюсь. Так что, когда ты себе ставишь цель, ты ставишь ее единичную, для себя конкретного. И никакую ты абстрактную цель не ставишь. Ну, не знаю. Какую такую цель? Ну, вот так вот. Потому что я вот сейчас занимаюсь конкретно, что такое единичный смысл. Кто ставит такие цели? Где вот этот человек, который ставит такую загадочную единичную цель? Ну, это уже ладно. Вы что за рамки этого? Нет. Ну, я просто ни одного примера не знаю. Повышение люди добиваются там. Как понять? Ни одного примера не знаю. Я сказал, что человек как произведение искусства. Это что такое? Как можно оценить произведение искусства? Очень абстрактная цель. Как это? Абстрактнее не придумать. Стать произведением искусства. Дело не в этом, на самом деле. А как произведение искусства? И там будет цель ставить очень многие. Да дело не в этом. Ты не понял. Естественно, когда я говорю некую общую вещь, она только в смысле общности вещи, она абстрактная. Я же говорю, когда произведение искусства, это же не какое-то произведение искусства абстрактное, а конкретное произведение искусства. Конкретность. Произведение искусства, вот, как нарисовать картину конкретную, она вот своей единичности, она конкретная картина. Она не вообще картина. Она, когда мы говорим о ней, она вообще картина. Ну, тут мы, я говорю, сейчас с метафизикой сползем. Но она конкретная картина. Точно так же произведение искусства. конкретность произведения искусства, конкретная история конкретного человека. Везде слово, надо говорить, конкретное и единичное. И смысл тут тоже единичный и конкретный. Вот нищего больше добавить? Не согласен ни с чем. Но это я понимаю. Просто каждый из нас пытается, когда вопрос смысла жизни касается его жизни. И понятное дело, на самом деле, поскольку мы к этому фактически по-разному относимся к жизни. Ты отставишь, что ты живешь какой-то своей жизнью, отставишь эту жизнь. И это не мудрено. Не совсем так, на самом деле. Я так как раз считаю, что нужно меняться, что нужно двигаться и так далее. И что даже цели нужно ставить, я считаю. Но с логикой я не согласен. Тогда ты отставишь, как живет твой отец, как живет какой-то там христианин. Нет, просто мне кажется, что твоя логика где-то, во-первых, слишком проста, и не глубоко копает. Ну, вообще-то мы уже 3 часа обсуждаем, я не вижу тут особо... Попробуем ходим, что? Не попробуем. Вообще говоря, это достаточно... Нет, она проста, как бы... Вот, ставьте цели. Ставьте цели достигая, тем самым вы реализуете себя, как свободного человека. Это высказывается в трех словах. Вот у вас есть свобода, по достоинству человек, как бы, так сказать, существует, в соответствии со своим достоинством, когда реализует свою свободу, ставит цель, и, поскольку он возможность, осуществляет себя как возможность. Так, все. Подожди, а вот, например, это и хорошо ты сформулировал. Только здесь куча-куча... Это очень всего... Мы еще там, мы можем что-то добавить. А эти, это... Вот теперь опусто. Вот война. Что в чем состоит цель войны? Выиграть. Ну, ты... А теперь давай конкретно каждую войну возьмем. Сколько там всего? Там, например, взять тот городок, здесь переместить выиска, подготовить резервы, это там... Поднять в это воздух авиацию, сообщить что-то народу, договориться с противником, договориться с союзниками, подвезти нефть, там, пообеспечить продовольствие, там, это... Шинель обмундирования и прочее. Потому что ты пойми, язык позволяет сформулировать любую вещь. Максимально просто. Жизнь... На самом деле цель, это, который... Когда мы говорим о жизни, смысл жизни, состоит в том, на самом деле, чтобы выиграть, понимаешь? Просто... Вот я не могу просто сказать. Зачем так много слов говорить? Выиграть. Жизнь это своего рода, как ты вот говорил, игра. Понимаешь? Вот пустили мяч в поле, ты должен выиграть. Но чтобы выиграть, на самом деле, надо это осуществить, бесконечное количество всяких вещей. Потому что ты должен подготовить одно, второе, третье, посмотреть свои возможности, посмотреть, как бы, что можно сделать, что нельзя сделать, с кем состоять в союзе, не состоять в союзе, где жить, на самом деле, что кушать, куда пойти учиться, как с родителями поступить, как вообще с обществом себя позиционировать, как отнестись к государству, как отнестись к власти, как отнестись к тому, второму, третьему. Вот есть религии разные, как выбрать религию, нужно ли выбирать физика, нужна ли тебе физика, не нужна физика там, и прочее, прочее, прочее. Каждый раз, вот абстрактное, выраженное, просто победить, да просто выиграть, она на самом деле, можно бесконечно, можно только сидеть здесь и просто описывать свою жизнь шаг за шагом, почему ты это сделал, а это не сделал. Конечно, там будут ошибки, неправильные, это всякие роды ходы будут, там много чего будет, но фактически можно исполнить на самом деле смысл жизни, состоять в том, что выиграть, все, ничего больше говорить не надо, ведь, и так понятно, что такое выиграть. А не проиграть, понимаешь, не проиграть в жизни надо, а выиграть, вот и все. Как угодно это понимать, если ты считаешь, что не проиграть это, а выиграть это стоит, стоять на месте, ничего не делать, лечь просто вот здесь, как бы дышать и все. Ну, тогда, значит, или, допустим, как буддист, сесть там и в нирвану попасть. Ну, хорошо, вот ты выиграл так, если ты считаешь, что это выигрыш. Я не считаю, что ты выигрыш, я считаю, что ты проигрыш. В одном романе, такого, в Эрландалу, главный герой играл, он, кстати, в компьютерную игру гонки на мотоциклах, и вот он ездил, ездил, и побеждал. В эту игру, как бы до этого играл там какой-то мальчик, вот, ему все не удавалось, поскольку этот, значит, водил машину, вот понимал, что иногда надо тормозить, и он везде побеждал. А потом, вот, он подумал, а потом он ехал-ехал где-то, и вдруг увидел пейзаж, который напомнил ему родные места, вот, в компьютерной игре. И вот он остановился, как бы, перестал ехать, и стал рассматривать. Вот, как бы, что такое жизнь. Никакая это не игра, да, там кто-то стремится выиграть, но ты останавливаешься простой, когда я говорю, а почему я с этим не согласен там? Я не согласен, что это потребительское отношение. Да какое-то потребительское. Ну, потому что, потому что, это вот созерцать, оставаться на месте, дышать и прочее, это потреблять. Ты пойми, на самом деле, я бы к этому не хотел подходить с другой стороны, а с другой стороны, это звучит следующим образом. Ты появился на этой жизни, в этой жизни, у тебя есть долг. Можно с другой стороны заговорить, это бесконечный, старый разговор. То, что тебе дали жизнь, то, что ты вообще урвал кусок плоти, ей распоряжайся, это долг у тебя, перед бытием, долг у тебя есть. Понимаешь, ты взял кредит, вот как деньги берешь в банке, а вот ты взял кредит в виде тела, в виде жизни, взял кредит. Ты кому не нужен, чтобы отдавал долг? Нет, вот именно, что там и состоит у тебя, вот, это потребительское отношение. Ты считаешь, что ты взял кредит, а отдавать не надо? Да никакой кредит не брал. Ну, это ты так говоришь. Это из твоей антологии так следует, что ты в потребительский хочешь отместись. Скажем даже... Ничего не брал. Даже так, хорошо. Сам себя родил, да, он взял от себя и родил. Хорош орать. Хорош орать. Допустим, взял кредит, допустим, отдаешь, но не в этом смысл. Вот, ты отдаешь кредит, отдаешь, расплатишься, сверху еще что-то отдашь, но ты остановишься в какой-то момент и посмотришь на этот пейзаж. И что? И вот это будет самым важным в твоей жизни. Насладиться. Насладиться. Не насладиться, в жизни насладиться. Не насладиться, а увидеть мир. Понимаешь, ты так можешь всю жизнь отдавать какие-то кредиты и в эту игру играть. Ты ничего не увидишь. Я не понимаю, а как игра-то противоречит? Ну вот так вот. И противоречит? Противоречит. Я-то, я-то как раз не этому протестую. Иногда ты останавливаешься, иногда на что-то смотришь. Что тут такого? Ты не думаешь, что игра это такая игра, что там ничего другого невозможно. Ты на самом деле пытаешься оппонировать не с той позиции. Я вообще не понимаю, почему здесь вообще остановиться и посмотреть на пейзаж. Я тебя с другой стороны оппонирую, что нельзя стоять на месте. Если ты двигаешь и двигаешь, ты там остановился, посмотрел, там огляделся, там подумал, там потом дальше двигаешься. Ничего это нам, это я же говорю, всякое движение и покой это два состояния, которые постоянно себя подразумевают. И движение переходит в покой, и покой в движение. У тебя это движение важнее. А я говорю, нет, просто это движение является необходимостью, вот, как бы досадной необходимостью, я бы сказал. Нас толкает на это жизнь и наша сущность, как ты говоришь, толкает. Да, оно есть и будет, и будут эти целые полагания, и будут эти долги, и будем мы их возвращаем. Это твоя антология. Для одних будет движение важно, для других будет покой важно. Твоя антология такая, другая есть антология, у них будет движение важно. Ты еще раз говорю, ты все скатываешься в конкретности своей антологии. Ну, у тебя важная антология. Ну, ты же тоже. Ты же тоже говоришь, что важны цели. Ты же, ты не понял, если ты не скажешь, что движение тоже важно, я скажу, ты прав. Ну, ты же говоришь, что только покой. А ты мне говоришь, что только движение, что покой, это деревья. Я еще раз скажу, покой это частность движения. Покой это состояние, которое движение покоя друг другу подразумевает. Иногда ты похож покой. Ты переходишь от одной потенциального положения, преодолеваешь границу эту барьеру потенциального, другое положение. Стратегически ты двигаешься, но всякое движение есть. Бессмысленно это движение. Ну, еще раз, даже физики. Движение есть состояние покоя. Есть сумма состояния покоя в движении физики. Везде всякое движение есть сумма состояния покоя. Что тут бессмысленно? Я же не говорю, что обязательно ты должен прямо непрерывно двигаться Вот я сейчас стою и двигаюсь прямо непрерывно Иногда ты стоишь, иногда движешься Сам процесс должен быть Цель же, ведь это не то, что ты сразу непрерывно тут достигаешь А ты какая-то там просто как бы Есть у тебя какая-то траектория Иногда стоишь, иногда не движешься Иногда движешься в противоположном направлении Просто есть цель, которая определяет смысл твоего движения И твоих покоев И покоев и движениях определяет Она осмысляет все это Вот и все Ты ближе к цели, дальше к цели. У тебя вся твоя траектория приобретает некоторую осмысленность. Если бы ты сказал на самом деле, что покой, что движение важно, но покой как бы важнее с какой-то твоей позиции, я бы тебе сказал, ну это вот так можно сказать, почему бы нет. Я просто против только того, что все определяется покоем, вот и все. Потому что покой – это смерть. Или покой – это состояние растений, животных. Человек – это движение всегда. Вот это разница. Ты не согласен. Ну, потому что движение – это наш мир, его конечность, его, как вот там, Бог там, не грешный мир, а как это называется, падший мир. Это вот падшесть нашего мира, вот это движение. Это разорванность человека. Это болезнь, понимаешь, болезнь. Ну, я не знаю, в общем-то, я просто вижу, что все в мире скорее движется, чем покой – а ты говоришь, что нет, все в мире скорее покой – чем движется. Нет, я не говорю, оно движется. Только мир как бы… Все движется. Все только что, все растет, все умирает, все как бы куда-то стремляется, по орбитам вращается, куда-то… Это же несовершенствовало, несовершенствовало. Почему несовершенствовало, если это бытие мира такого? Бог-то покоится, ты же сам говоришь. Да это не важно, это опять же, но ты из некой антологии своей хочешь изойти. Я не хочу даже прибегать к какой-то конкретной антологии. Бог и Бог. Нету антологии. Я всегда упокоился. Да я понимаю. Я не пытаюсь обосновать свою какую-то частную позицию. Я могу встать на какую-то свою антологию, создать свою антологию. Это встать, например, на твою позицию, сказать, что если мы и движемся, то ради покоя. Ну ты даже говорил, допустим, что нужно уподобиться Богу. О! Я же еще раз говорю. Действовать как Бог, а Бог покоится. Когда мы говорим о смысле жизни, мы попытаемся встать на точку зрения стороннюю. Безотносительно каких-либо антологий частных. Либо мы можем встать, либо не можем. Если не можем встать, ну тогда вообще-то зачем ты вообще чем-то занимаешься? Если вообще невозможно сформулировать никакой общей… В одной антологии, в смысле будет в одной, в другой в другом. Правильно. По содержанию, по содержанию. А по сути будет одно и то же. Ну как, ну вот только что и по сути получается… Ну как, если есть… В одном случае движение и покой есть, как бы, ты говоришь, движение и покой есть. Один скажет, самое главное в этом движение, другой скажет, самый главный покой. Но какая разница… Но никто не скажет и то, и другое. Нет, но какая разница, если как бы движение есть? Если как бы у человека говорит, что да, движение важно. В смысле движение важно, а то, что оно есть, оно еще не значит, что важно. Нет, ну а как ты достигнешь покоя нужного, если движения не будет? Но оно необходимо, но как досадная необходимость. Что-то я не понимаю. Если ты хочешь достигнуть какого-то желаемого покоя, когда к нему движешься, значит движение тем самым оправдано, что ты движешься к покою. Покой является целью, а смысл движения состоит достигнуть этой цели. Ты сопротивляешься уже непонятно как. Это уже бессмысленно. И так, и так, как уже он вьюс. Мне не нравится почему-то этот разговор, честно признаюсь. Я, может, неправильно сопротивляюсь, нелогично, но мне не нравится. И не потому, что я как-то там живу не так. Я уж тоже как бы достаточно откровенец собой и понимаю, где я с каких-то своих соображений, а где мне просто не нравится и все. Что-то как-то просто слишком с этими целями. Что-то как-то так. Я уж и в abolition. Я устал. Что-то так. Чисто.